Вы путешествуете по национальному морскому побережью Point Race и вдруг натыкаетесь на горного льва. Сохраняйте спокойствие, нужно показать ему, что вам не страшно. Громко кричите, размахивайте руками. Если это не сработает, начните бросать камни, ветки или что-нибудь еще, что сможете найти. Цельтесь в землю перед львом и ни в коем случае ничего не бросайте прямо в него. Это только разозлит его еще больше. Если лев приближается, защитите самые уязвимые места. Он будет метить в шею и пытаться схватить вас за руки, поэтому наклоните голову вперед и не делайте резких движений руками. Когда лев поймет, что вы так просто не сдадитесь, то, скорее всего, отступят. Вы в Йеллоустоновском национальном парке, и здесь вам предстоит встретиться лицом к лицу с гризли. Это питьевая вода из ручья. Безопасное расстояние 60 метров. Гризли уже давно вас заметил. Он встал на задние лапы и смотрит в вашу сторону. Ростом он теперь примерно со среднего баскетболиста, а его вес составляет почти 360 килограммов, так что шансов на победу у вас просто нет. Вы должны застыть на месте. У гризли плохое зрение, так что он может вас не увидеть. Однако он начинает двигаться в вашем направлении. Не поворачивайтесь к нему спиной, даже не пытайтесь бежать со всех ног, ведь он начнет вас преследовать. Вам нужно словно увеличиться в размере. Помашите руками и поставьте ноги шире. Разговаривайте и кричите. Медведь поймет, что вы не похожи на робкого оленя. Попробуйте издать лязгающий звук металла. Если у вас есть с собой еда, не бросайте ее в медведя. Просто положите на землю и продолжайте медленно пятиться назад. Если он бросится на вас, ваш единственный шанс упасть на землю и не шевелиться. Медведи не питаются падалью, поэтому он просто вас обнюхает и уйдет по своим делам. Теперь вы ныряете на побережье Флориды. Здесь нужно остерегаться большой белой акулы. Во время плавания никогда не надевайте блестящие и сверкающие украшения. Это может ее привлечь. И никогда не плавайте ночью, ведь это ее любимое время для охоты. Также акула может обратить внимание на большое количество брызг. Но если она плывет в вашу сторону, сделайте все возможное, чтобы ее победить. Постарайтесь сохранять спокойствие и плывите к берегу. Если акула выберет вас в качестве пищи, есть проверенные приемы, которые могут ее отпугнуть. Попробуйте ударить акулу в нос, глаза или жабры. Теперь вы находитесь в Африке. Здесь, в высокой траве саванны, вы видите льва. И что еще хуже, он тоже вас видит. Первое, что вам нужно сделать, это поддерживать зрительный контакт. Не поворачивайтесь к нему спиной и не бегите. Этот огромный хищник весит, как трое взрослых, и уже бежит к вам со скоростью автомобиля, несущегося по шоссе. Но затем он резко останавливается и продолжает на вас смотреть. Львы часто совершают ложные атаки, чтобы напугать своего противника. В этот момент вы опять должны показаться намного больше, чем есть на самом деле. Раскиньте руки и издавайте громкие звуки, тогда лев может сделать еще одну ложную попытку. И если вы продолжите стоять на месте, хищник поймет, что вы сильный противник и отступит. Самка льва гораздо опаснее. Если она охраняет детей, шансов спастись уже не будет. Ваш сафари-джип доставляет вас в следующее место. Вы видите слонов, которые мирно пьют воду. Они могут дорастать до трех метров, а весят, как два внедорожника. Своими мощными бивнями они могут даже переворачивать автомобили. Один из них вас заметил и начал махать своими большими ушами. Слон хочет показаться больше и пытается вас отпугнуть. Он тоже напуган и не побежит в вашу сторону. Нужно дать слону понять, что вы не угроза. Не кричите и не размахивайте руками. Медленно отходите назад, пока не покинете его личное пространство. Если же слон бежит на вас, прижав уши к голове, значит предупреждения закончились. Лезть на дерево в такой ситуации явно не лучший вариант. Он может протаранить дерево, и вы упадете. Он может даже сломать его своим сильным хоботом. В общем, здесь лучше бежать зигзагами. Слон тяжелый, и ему трудно быстро менять направление. Так что постепенно вы начнете отрываться. Но все же помните, что слон может бегать со скоростью 40 км в час. Так что вам вряд ли удастся от него сбежать. А теперь давайте перенесемся к реке Нил. Здесь обитает самая большая популяция крокодилов в мире. Если вы находитесь в кемпинге, отойдите от берега на расстоянии не менее 50 метров. И тогда голодный крокодил, может быть, не наткнется ночью на ваш лагерь. Никогда не отводите от него взгляд. Он может воспользоваться этим моментом и атаковать. Максимальная скорость крокодила составляет всего 16 км в час. Но он может выпрыгивать из воды со скоростью 13 метров в секунду. Так что единственный шанс выжить – это держаться подальше от воды. Если этот совет припозднился, то слабые места крокодила – это глаза, кончик носа и мембрана в горле. Она предотвращает попадание воды в горло хищника. Убегая от крокодилов, будьте осторожны и не столкнитесь с бегемотом, ведь это одно из самых опасных животных в мире. Они могут быть размером с автомобиль и весить столько же, как большой слон. А еще они умеют бегать так же быстро, как лошади. Так что в спринте они наверняка вас опередят. Главное – не напугайте бегемота. Если вы находитесь далеко, издайте громкий звук. В таких ситуациях они и сами могут начать от вас прятаться. Используйте этот момент, чтобы отступить. Но если вы видите зевающего бегемота, это явный признак того, что вы вторглись на его территорию. Они могут открывать рот на 180 градусов, а по силе укуса сравняться с крокодилом. Победить его вы, конечно же, не сможете, так что лучше скорее убегать. А еще лучше взобраться на дерево или какой-нибудь склон. Бегемотам трудно карабкаться вверх. Если вам удастся сбежать, вы будете одним из немногих, кто смог пережить встречу с бегемотом. Здесь, в саванне, также обитают буйволы. Они могут быть ростом, со взрослого человека и весить целую тонну. И в отличие от львов и слонов, они не совершают никаких ложных атак. Если вы видите, что буйвол бежит на вас, у него определенные недобрые намерения. Его мощные рога и череп могут гнуть железные листы. А новенькая машина легко превратится в искореженную груду металлолома. Убежать от буйвола невозможно, так что единственный вариант – добежать до ближайшего дерева до того, как буйвол начнет атаковать. Если вы наткнетесь на змею, нужно замереть на месте. Существует бесчисленное множество видов змей, и никогда не знаешь наверняка, ядовит твой противник или нет. Так что определенно стоит избегать его укусов. Делайте плавные и медленные движения назад. Если змея начнет вас преследовать, остановитесь и начните топать ногами. Сильные вибрации земли должны ее отпугнуть. Если змея вас все-таки укусила, постарайтесь как можно подробнее запомнить, как она выглядела. А еще лучше сфотографируйте ее. Ведь чтобы нейтрализовать яд, нужно принять правильное противоядие. Вы направляетесь в Северо-Восточную Азию. Продираясь через густые джунгли, вы вдруг видите поляну. Там мирно пасутся несколько диких кабанов. Одна из них – самка с детенышами. Она сделает все, чтобы защитить их, поэтому сейчас особенно агрессивно. Ой, она вас заметила. Приготовьтесь защищаться. Если дикий кабан начинает издавать пронзительные крики, значит он собирается напасть. Первое, что нужно делать в такой ситуации – сохранять спокойствие и стоять неподвижно. Тогда вполне вероятно, что кабан просто продолжит заниматься своими делами. Однако вы видите, что кабан готовится к атаке, и теперь у вас несколько вариантов. Первый – можно попробовать убежать. Второй – можно остаться на месте. И третий – залезть на ближайшее дерево. Первый вариант никуда не годится. Дикие кабаны бегают почти так же быстро, как профессиональные бегуны. И когда он вас догонит, у вас не будет ни единого шанса против его острых клыков. Второй вариант тоже не лучший. Кабан может весить столько же, сколько мотоцикл, и быть размером около двух метров. Удар со скоростью 40 км в час просто собьет вас с ног. Единственный правильный вариант – залезть на ближайшее дерево. Если вокруг нет деревьев, то заберитесь на машину или на высокую скалу. Вы должны находиться на более высоком месте, чем кабан. Когда он поймет, что не может до вас дотянуться, то оставит вас в покое. Самое главное – держаться подальше от диких кабанов, никогда не пытаться их кормить или провоцировать. Ну что, пора размять ноги и прогуляться в парке. Солнце светит, погода замечательная, а жизнь кажется прекрасной. Тут-то вы и замечаете вертикальное облако, быстро увеличивающееся в размерах. Сперва ослепительно белое, но приближается угрожающе быстро. Становясь темнее и плотнее, небо мрачнеет, а парфетра срывает шляпу у вас с головы. А затем волосы становятся дыбом. Это намек, что нужно бежать со всех ног. Вас вот-вот ударит молния. В этот момент по вашему телу поднимаются положительные заряды. Они тянутся к отрицательно заряженным частицам грозы. Если замешкаетесь, заряды встретятся, и все закончится очень печально. Если спрятаться не бдеть, сядьте на корточки и согнитесь, чтобы стать меньше объектов, находящихся вокруг вас. Не ложитесь на землю, там может быть влажно, а вода – отличный проводник для электричества. Есть и другие признаки, сообщающие об опасности во время грозы. У вас могут вспотеть ладони. Возможно, вы услышите странный треск, жужжание или вибрацию, исходящую от металлических объектов поблизости. Кожа может покрыться мурашками. Во рту появится странный металлический вкус. Если только вы не жуете фольгу, стоит насторожиться. К тому же вы можете почувствовать запах хлора. На самом деле это озон. Озон Электрические заряды разделяют молекулы азота и кислорода, а это основные газы, формирующие атмосферу, на отдельные атомы. Когда эти атомы снова соединяются, часть из них производит молекулы, состоящие из трех атомов кислорода. Это и есть озон. Его запах можно почувствовать во время грозы, поскольку нисходящие потоки воздуха спускают его с высоты на уровень вашего носа. Вы можете определить, насколько гроза далеко, измерив время между молнией и громом. Каждые пять секунд – это 1,6 километра. Небо над головой темнеет, приобретая зловеющие зеленоватые оттенки. Что-то врезается в щеку. Ай! Больно же! Вы подбираете земля бичика, и им оказывается огромная градина. Но на улице не так уж и холодно. Да и дождя не видно. Вы замечаете, насколько вокруг тихо и как замерла природа. Нет ни намека на ветер. На ум приходит только затишье перед бурей. И действительно, вскоре вы слышите шум. Он быстро приближается и превращается в громкий рык, как будто на вас несется товарный поезд. Только это не поезд. Это торнадо, и у вас катастрофически мало времени, чтобы найти укрытие. За облаком мусора воронку не видно. Но вращающуюся колонну воздуха не спутать ни с чем. Если смерч настиг вас в дороге, бегите как можно дальше от машины. Иначе она может полететь прямо на вас. Найдите яму, лягте в нее и закройте голову руками. Если находитесь в помещении, отойдите подальше от окон и, по возможности, спрячьтесь под землей. Теперь вы прогуливаетесь по берегу моря, наслаждаясь приятным ветерком. Неожиданно земля под ногами начинает дрожать. Наверное, это и землетрясение. Следующая странность, которую вы замечаете, это вода с головокружительной скоростью, отступающая от пляжа. Там, где она ушла, теперь видно морское дно, рифы и даже рыб. Тогда-то вы и слышите отдаленный рык. Это цунами. У вас всего несколько минут на спасение. Не мешкайте и забирайтесь на возвышение. Огромная волна уже спешит к берегу. Но у цунами есть способы подобраться к вам незаметно. Оно не всегда обрушивается серией гигантских волн. Цунами может выглядеть как быстрый прилив. Обычно это явление идет рука об руку с сильной подводной турбулентностью. Она затягивает людей под воду, расшвыривая вокруг тяжелые объекты. А еще вы можете заметить, что вода в море бурлит, закручивается и создает странные узоры. Это еще один верный признак приближающегося цунами. Ваша собака ведет себя странно. Она скребется во входную дверь, нарезает круги по квартире и пытается спрятаться в углу. Обычно, спокойная и послушная, она начинает лаять и выть. Погода в последние дни тоже сходит с ума. Вчера было жарко, сегодня холодно. К тому же вы заметили, что ручей возле дома оживился. Вода в нем пузырится, проносясь мимо. И только когда в серванте начинают звенеть бокалы, вы понимаете, что происходит. Стук спровоцировали предварительные толчки. Крушечные землетрясения, предвещающие гвоздь программы. Землетрясение часто происходит скучно. Если вы чувствуете несколько слабых толчков, скорее всего, скоро к вам долетит более сильный. За некоторое время до катастрофы можно заметить странные синие огоньки. Кажется, что часть из них выходит из-под земли. Другие же парят в воздухе. Это так называемые огни землетрясений. Их провоцируют горные породы, находящиеся под высоким давлением. А само явление можно наблюдать за несколько дней или секунд до начала толчков. Вместе с тем, некоторые эксперты сомневаются в существовании огней землетрясений. Если вы считаете, что землетрясение вот-вот начнется и у вас в аквариуме плавает сом, обратите внимание на его поведение. Ученые доказали, что этот вид способен реагировать на подземные толчки. При высокой сейсмической активности рыба становится беспокойной. Некоторые насекомые чувствуют приближение шторма. Они готовятся к природной катастрофе, прекращая любые движения. Поэтому если вы заметите, что множество насекомых вокруг кажутся сонными, ищите укрытие. А вот пчелы способны предсказывать сильные ливни. За день до того, как небо разверзнется, они начинают работать усерднее. Квадратные волны возникают, когда сталкиваются две разные группы волн. Это явление выглядит потрясающе, но только если наблюдать его с берега. Даже не думайте о том, чтобы зайти в воду и порезвиться в квадратных волнах. В таких местах возникают перекрестные течения, которые могут легко затянуть под воду даже умелых пловцов. Если увидите дикие, прерывистые волны, несущие морской мусор и водоросли, не вздумайте заходить в воду. Такие волны могут быть признаком сильных отбойных течений, которые способны унести вас далеко от берега. Если видите неприятно пахнущее зеленое нечто на поверхности озера или моря, держитесь подальше от воды. Это может оказаться вредоносным цветением водорослей. Вы не сможете с первого взгляда понять, ядовитое это цветение или нет. Поэтому в воду лучше не заходить. За 3-4 дня до урагана уровень моря или океана может подняться на 2 метра. А волны начинают биться о берег каждые 9 секунд. Чем ближе ураган, тем быстрее волны бьются о берег. А еще они становятся выше, порой достигая 5 метров в высоту. Небо усеивают легкие пушистые облака. Примерно за 36 часов до того, как ураган достигает берега, атмосферное давление начинает снижаться. После этого ветер усиливается. В небе появляются тонкие, похожие на ниточки облака. За 18 часов до того, как ураган окажется на берегу, с неба обрушивается ливень. Дождевая вода часто затапливает низменные районы, достигая уровня в 4,5 метра. Когда до урагана остается 12 часов, сильные порывы ветра начинают подхватывать различный мусор. За 6 часов до подхода к берегу скорость ветра достигает 145 километров в час. Его силы достаточно, чтобы сломать или выдернуть деревья с корнями, подхватить крупные обломки и перевернуть машины. Кстати, предположим, что вы находитесь в лодке, и вокруг нее кружат акулы. Следите за ними. Если хищники неожиданно покидают вас и уходят на глубину, это может означать приближение урагана. Возвращайтесь на берег как можно скорее и предупредите остальных. Если в период сильных дождей вы слышите рев, возможно, в вашу сторону движется внезапный паводок. Если в этот момент вы находитесь возле реки, вы можете заметить мусор в потоке воды. Возможно, вода сменит цвет, становясь более темной и мутной. Эти признаки должны запустить сигнал тревоги у вас в голове. Если интуиция права, нельзя терять ни минуты. Постарайтесь унести ноги как можно скорее. Внезапные паводки смертельно опасны. Находясь в дикой природе, обращайте внимание на воду в ручьях и реках. Если ее уровень быстро падает или растет, это может указывать на приближение оползня. А если заметите, что вода стала мутной, не ищите других признаков. Уходите как можно скорее. Знаете ли вы, что делать, если вас преследуют? Пройдите нашу викторину на тему безопасности, чтобы узнать, насколько хорошо вы подготовлены. Вы идете домой по тихой пустынной улице после долгого рабочего дня. Вдруг вы слышите позади себя шаги. Вы сворачиваете на другую улицу, но кто-то продолжает идти за вами. Что же делать? Не волнуйтесь, я вам подскажу. Прежде всего, вы должны убедиться, что человек действительно вас преследует, а не просто идет домой в том же направлении. Как вы собираетесь это сделать? Здесь может быть больше одного правильного ответа. А. Попробуйте идти немного быстрее, чтобы проверить, не пытается ли он вас догнать. Б. Спокойно остановитесь, делая вид, что ищете что-то в кармане, или вам нужно завязать шнурок. С. Резко остановитесь и спросите человека, зачем вы меня преследуете? Д. Попытайтесь сделать несколько поворотов, чтобы вернуться на исходную позицию. Если человек тоже повернет, значит он вас преследует. Варианты А, Б и Д верны, и, конечно, не стоит вступать в конфронтацию с тем, кто вас преследует. Итак, очевидно, что незнакомец преследует вас. Не паникуйте. Действуйте разумно, чтобы оторваться от хвоста. Вон так группа людей может вам помочь. Что вы должны сделать? А. Крикните «помогите» как можно громче и бегите к ним. Б. Подойдите к ним и попросите проводить вас до дома. С. Притворитесь, что вы их знаете. Скажите «привет», когда они будут проходить мимо вас. С. Объясните ситуацию и попросите их проводить вас до общественного места, где вы сможете поймать такси или позвонить друзьям, чтобы они вас забрали. Д. Все вышеперечисленные варианты подходят. Единственный правильный ответ здесь. С. Слишком опасно кричать на пустой улице, не дойдя до людей. Или показывать преследователю, где вы живете. Он может вернуться на следующий день. Теперь представьте, что улица абсолютно пуста, и вам некого попросить о помощи. Это значит, что вам нужно как можно скорее попасть на оживленную улицу. Что вы не должны делать по пути туда? Здесь есть два правильных ответа. А. Если на вас толстовка с капюшоном, заправьте капюшон внутрь, чтобы скрыть его. Б. Распустите волосы, если вы носите их в хвосте или пучке. С. Возьмите телефон и сделайте вид, что переписываетесь с кем-то или проверяете соцсети. Д. Похлопайте себя по карманам, притворившись, что потеряли кошелек. Е. Начните быстро идти в направлении вашего преследователя. Два правильных ответа. С и Е. Вам не следует доставать телефон, потому что свет от экрана затрудняет адаптацию глаз в темноте. Если вы будете смотреть в телефон, вы также замедлите шаг. Разумеется, вы должны идти в противоположном направлении от преследователя. Д. Что касается А и Б, вашему преследователю будет сложнее поймать вас за волосы или одежду, если ему не за что будет ухватиться. Двигаясь в направлении оживленной улицы, обращайте внимание на каждую деталь вокруг вас. Обратите внимание на название улицы и номера домов. Запомните магазины и здания. Это может понадобиться вам позже. Но что делать с человеком, который идет за вами? А. Не смотрите на него вообще. Это опасно. Б. Избегайте зрительного контакта любыми средствами. С. Старайтесь казаться как можно меньше и держите подбородок опущенным, чтобы показать, как вам страшно. Д. Повернитесь и посмотрите на своего преследователя и запомните все детали его внешности. Одежду, цвет глаз, рост и примерный возраст. Правильный ответ здесь, конечно же, D. Вам необходимо детально изучить преследователя, чтобы впоследствии дать его точное описание. Установив зрительный контакт, вы дадите ему понять «я вас вижу». Ваша уверенность заставит его почувствовать себя очень неловко, и, возможно, он даже пересмотрит свои планы. Преследование уверенного в себе человека требует большой смелости, а преследователи обычно не такие уж смелые. Не хочу вас пугать, но что, если этот жуткий человек подойдет к вам и попросит о чем-то? Что вы должны сделать в этом случае? Здесь будет более одного правильного ответа. А. Поддерживайте постоянный зрительный контакт. Б. Вступите с ним в разговор, если он спрашивает вас, как куда-то добраться. Объясните это во всех подробностях. С. Если вы несете книги или пакеты с покупками, будьте готовы бросить их, как только почувствуете, что что-то не так. Д. Не молчите. Поднимите шум, когда будете пытаться уйти. И кричите «пожар» вместо «помогите». Итак, все ответы, кроме «б» верны. Вы должны просто коротко ответить «я не знаю» на любой вопрос. А насчет пожара люди реагируют на это слово чаще, чем просто на призыв о помощи. Д. На всякий случай достаньте ключи и положите их на ладонь так, чтобы зубы ключей торчали из кулака. В крайнем случае у вас будет что-то острое для защиты, и вы сможете убежать. Когда вам удастся убежать от преследователя, достаньте телефон и позвоните в полицию. Теперь вам понадобятся все подробности о вашем местонахождении и о человеке, который вас преследовал. Что делать, если вы заметили, что кто-то преследует вас в общественном месте? Он останавливается у каждого магазина, где остановились вы. Делает вид, что проверяет телефон каждый раз, когда вы делаете то же самое. И следует за вами шаг за шагом. Что вы должны делать в таком случае? Здесь будет более одного правильного ответа. А. Если ваша верхняя одежда отличается по цвету от рубашки, снимите куртку или пальто. Преследователь может потерять вас в толпе. Б. Зайдите в ресторан или кофейню, направьтесь прямо в туалет и оставайтесь там 5-10 минут. Ваш последователь может просто уйти. С. Начните кричать, чтобы привлечь всеобщее внимание. Пусть все запаникуют. Д. Встаньте в очередь, закажите что-нибудь и спокойно сообщите одному из сотрудников, что за вами кто-то следит. Д. Паника еще никому не помогала, поэтому С – единственный неправильный ответ. Вы должны просто сообщить сотрудникам о проблеме и попросить их присмотреть за вами. Сядьте за стол с заказом и попросите своих друзей или родственников, чтобы они приехали и отвезли вас домой или составили вам компанию. Давайте представим себе другой сценарий. Возможно, кто-то преследует вас на машине. Вы снижаете скорость, и он снижает скорость. Вы поворачиваете направо, и он едет за вами. Вы ускоряетесь, и он делает то же самое. Но все равно вы пока не уверены, что вас преследуют. Как вам это проверить? Правильный ответ D. А. Не подходит, потому что вы не хотите попасть в аварию. B. Это просто глупо. А. С. Вообще недопустимо. Вы никогда не должны сообщать преследователю, где вы живете. Даже если вы сегодня благополучно попадете домой, он может подкараулить вас на следующий день. D. Даст вам точный ответ. Потому что никто не будет наворачивать круги по району без причин. Итак, к сожалению, теперь вы на сто процентов уверены, что у вас вырос хвост. Что вы будете делать дальше? Здесь есть два правильных ответа. А. Не позволяйте загнать вас в угол. Б. Двигайтесь по оживленным дорогам. С. Постарайтесь установить контакт с преследователем. Д. Остановитесь и выйдите из машины. А. И. Б. Это то, что вы должны делать. Всегда нужно иметь пространство для маневра. А на оживленной дороге легче скрыться. Не давайте преследователю понять, что вы о нем знаете. Он может отдалиться от вас. И вам будет сложнее разглядеть важные детали. Не выходите из машины. Заприте все двери и закройте окна. Если вас все еще преследуют, позвоните в полицию с помощью громкой связи. Вы также можете заехать на автомойку и позвонить оттуда. Или добраться до ближайшего отделения полиции. Если вы правильно ответили хотя бы на пять вопросов, все в порядке. Вы не будете паниковать, поскольку точно знаете, что делать, когда вас преследуют. Если вам было трудно ответить на вопросы, возможно, вам стоит посмотреть наши видео с советами по безопасности. Итак, вы пришли за покупками в продуктовый магазин. И вдруг натыкаетесь на раздутую емкость в отделе свежей продукции. Согласно информации на этикетке, со сроком годности все в порядке. Но тогда же, почему пакет вздулся? Ответ не всегда однозначен. Для некоторых видов свежих продуктов, таких как мясо, рыба или морепродукты, а иногда даже салаты и сыр, ученые придумали нечто под названием «упаковка с модифицированной атмосферой». Чтобы эти виды продуктов с относительно коротким сроком годности оставались свежими как можно дольше, в упаковку вводят специальные газы. Это происходит еще до того, как продукт попадает в продуктовый магазин. Французский профессор университета Монпелье изобрел этот метод после того, как заметил, что фрукты хранятся дольше в условиях с низким содержанием кислорода. Типы газов в таких упаковках могут быть разными, но главная идея в том, чтобы заменить или уменьшить содержание кислорода. Обычно его заменяют либо азотом, либо углекислым газом. Имейте в виду, что если у раздутой упаковки все хорошо со сроком годности, это не значит, что продукт всегда можно есть. Может быть, в упаковке и есть газы, но они могут быть и признаком того, что продукт испорчат. Сначала нужно проверять срок годности продукта. Затем изучите упаковку на наличие необычных запахов или повреждений. Если что-то вызывает подозрения, то лучше не рисковать. Со всеми вопросами или сомнениями можно обратиться к сотрудникам магазина. Многие супермаркеты имеют планировку, которая позволяет логично упорядочивать покупки. Например, сначала идут продукты долгого хранения, затем охлажденные или замороженные продукты. Фрукты и овощи должны быть в конце, чтобы не оказаться в нижней части корзины. Кому нужны раздавленные помидоры? Раз уж речь зашла о фруктах и овощах, постарайтесь есть их утром, если это возможно. Овощи, которые пролежали весь день, могут частично потерять форму и текстуру. Лучше не покупайте больше продуктов, чем вы обычно используете за неделю. К тому же многие фрукты и овощи не смогут пролежать и неделю. Поход по магазинам на полный желудок может вам в этом помочь. Так же, как и поход по магазинам с заранее составленным списком того, что нужно купить. Тщательный осмотр упаковки каждого продукта тоже может избавить вас от дальнейших проблем. Охлажденные продукты должны быть на ощупь холодные, а замороженные твердыми и без признаков протечки. По возвращению домой не забудьте, как можно скорее убрать все в холодильник. Как правило, продукты не должны выниматься из него более чем на 2 часа. Иначе они могут испортиться. Покупка зелени в горшочках в продуктовом магазине возможна и не первая в вашем списке, но об этом стоит подумать. Обычно такая зелень стоит недорого и за ней легко ухаживать. Просто представьте себе красивый сад с травами прямо у вас на балконе или даже на кухне. У вас всегда будет свежий базилик, чтобы украсить аппетитное блюдо из пасты. Раз уж вы все еще в магазине, купите кофейные фильтры. Даже если у вас нет такой кофеварки, их можно удобно использовать по хозяйству. Например, для процеживания жидкостей, для упаковки хрупкого фарфора и даже для полировки окон или обуви, раз уж на то пошло. Если купить слишком много овощей и фруктов на распродаже, то они испортятся, поэтому их можно заморозить. Так можно запастись продуктами для смузи, что будет особенно приятно зимой, когда свежие фрукты уже не купить. И не спешите хватать с полки первое, что попадется под руку. Особенно это касается скоропортящихся продуктов. Магазины пополняют запасы продукции по принципу «первым пришел, первым ушел». Таким образом, товары в задней части полки всегда будут более свежими. То же относится и к чаю. Если покупать рассыпной листовой чай, можно не только сократить расходы, но и самостоятельно заваривать чайные смеси. Рассыпной листовой чай обладает более насыщенным вкусом, чем чай в пакетиках. Что касается других предметов домашнего обихода, таких как лампочки, бумажные полотенца или батарейки, они всегда бывают нужны, поэтому лучше покупать их в больших количествах при распродаже. Они никогда не пропадают даром и, давайте посмотрим правде в глаза, всегда раздражают, когда в пульсе от телевизора садятся батарейки, и он перестает работать. Постарайтесь сократить количество походов в магазин, чтобы купить только один товар. Это неэффективно, и, скорее всего, в итоге вы купите и то, что вам совсем не нужно. Так что список покупок – это очень удобно. А еще можно составить список всего, что лежит у вас в холодильнике. Попробуйте это делать не реже двух раз в неделю. Планирование питания на неделю вперед поможет вам сократить количество импульсивных покупок, ведь если вы уже знаете, что будете на ужин в среду, зачем добавлять в корзину что-то еще? Начните творчески подходить к остаткам пищи. Их можно смешивать, сочетать или добавлять к ним дополнительные травы или ароматизаторы, чтобы придать им пикантности. Храните еду в прозрачных контейнерах, чтобы было видно, что там. И не бойтесь на неделю устраивать день остатков. Смотрите на них просто как на ингредиенты. Используйте оставшуюся пасту или тушеные овощи для яичницы или омлета. Можно смешать приготовленные овощи с помидорами, чтобы сделать соус для пасты. Или приготовить на обед рулеты с чем угодно, от остатков вареного риса до мяса и овощей. Если вы ищете самый простой способ приготовления остатков еды, можно делать из них суп. Вчерашний овощной гарнир может превратиться в полезный обед, если просто добавить к нему бульон и как следует все перемешать. Можно спасти даже двухдневную буханку хлеба, если разрезать ее по диагонали, посыпать ломтики зеленью, полить оливковым маслом и отправить на пару минут в духовку. Затем их можно превратить во вкусные гренки для супа. Будьте всегда осторожны с ингредиентами, о которых вы никогда не слышали или с теми, которые вы не можете произнести. Лучше избегать продуктов, в состав которых входит более пяти ингредиентов. Даже то, как вы носите продукты в супермаркете, может повлиять на ваши покупки. Если вы предпочитаете корзины тележкам, вы более склонны к компульсивным покупкам. Согласно одному исследованию, это происходит из-за усилий, которые вы прикладываете. Выбор небольшой корзины, скорее всего, позволит вам вполне комфортно просматривать товары и внимательно читать этикетки. Если ваш список покупок не слишком велик, идите в кассу самообслуживания. Исследования показали, что импульсивные покупки снижаются на 32%, если перед оплатой сначала просматривать то, что вы набрали. Обычная кассовая линия специально сделана таким образом, чтобы вы не убирали товары, которые, возможно, передумали покупать. Вам просто будет некуда положить ненужные продукты, кроме продуктовой корзины. И если за вами в очереди уже кто-то стоит, удачи вам, чтобы протиснуться. Выкладка продуктов тоже представляет угрозу вашему бюджету и привычкам. Поскольку люди чаще покупают то, что они видят в первую очередь, самые дорогие товары размещают на уровне глаз. А бюджетные варианты занимают верхние и нижние полки. Не торопитесь и все внимательно изучите. Вы удивитесь, когда увидите, что многие товары на верхних или нижних полках часто не только более экономичны, но и менее насыщены добавками или искусственными ароматизаторами. Эй, будьте осторожны, там настоящие джунгли. Бесконечные жаркие пустыни на первый взгляд кажутся безжизненными. Но среди этих песков можно встретить опасных, а порой и жутких существ. Некоторые из них могут вызвать только проблемы со здоровьем, а другие останутся в памяти навсегда. Давайте познакомимся с ними поближе, начиная с просто опасных и заканчивая настоящими кошмарами. Итак, выйдете по пустыне и видите большого плюшевого медведя. Вы понимаете, что это, скорее всего, мираж, но все равно подходите ближе. Вы были правы, это не плюшевая игрушка, а гигантский кактус. В нем есть что-то странное. Благодаря какому-то странному пуху ветви напоминают руки плюшевого мишки. Однако это не пуха, а тысячи тонких иголок, и именно из-за них не стоит подходить ближе. Этот кактус называют чолой или медвежьей чолой. Он растет в пустынных районах Аризоны и на севере Мексики. Не волнуйтесь, этот кактус не нападет на вас, но если вы прикоснетесь к нему, он прилипнет к вашей коже или одежде. Такая шуба защищает кактус от животных, создает тень и спасает от жары. Боковые ветви – наиболее важные части растения, так как в них осуществляется фотосинтез и накапливается большое количество влаги. Так что, несмотря на всю опасность, кактус может быть полезен для путешественников по пустыне. Опасность представляют иголки. Если присмотреться к ним повнимательнее, то можно увидеть, что они имеют форму крючков. Одно прикосновение и сотни колючек уже пились в палец. Избавиться от них довольно сложно, а сами иголки вызывают неприятные болевые ощущения. Но самое интересное в этом кактусе – способ его размножения. Растения клонируют себя на новом месте. Когда животные и люди проходят мимо прыгающей челы и прикасаются к растению, кактус отдает им вместе с иголками маленький кусочек себе. Стоит бросить этот кусочек на землю, как он пускает корни и начинает расти. Степень опасности возрастает. Очередное чудовище из пустыни бежит к нам. И это страус. Многие считают этих животных трусами, прячущими голову в песок. Однако, если вы встретите такое животное, то, скорее всего, измените свое мнение. Обычно страусы не агрессивны, но если вы приблизитесь к их гнезду, то должны как можно скорее уйти. С другой стороны, вы не сможете этого сделать, поскольку страусы передвигаются со скоростью 70 км в час. Чтобы от них оторваться, нужен автомобиль. Они бегут и бьют своего врага к руке. Известны случаи, когда страусы нападали на фургоны и наносили им значительный ущерб. Но главную опасность представляют мощные лапы этих птиц с острыми когтями. Ими они могут наносить сильные удары и даже бить лежащего противника. Так что да, если вы видите вдалеке страуса, бегите в другую сторону. Эта небольшая пятнистая ящерица почти все время живет под землей в засушливых пустынях юго-запада США и северо-запада Мексики. Иногда она выбирается наружу в поисках обеда. Она только кажется симпатичной, но на самом деле это опасный монстр гила. Толстая кожа защищает рептилию от ястребов, койотов и других хищников. Но главная его защита – это яд. Змеи и пауки вводят свои яды с помощью длинных иглообразных клыков. Монстр гила зажимает добычу зубами, чтобы распространить яд. А когда ящерица кусает человека, то может долгое время держать челюсти сомкнутыми. Избавление от этого животного – дело непростое. Люди, испытавшие на себе действие яда, говорят, что ощущение такое, будто по венам проходит раскаленная магма. Несмотря на это, ящерица оказалась полезной для науки. Врачи использовали ее яд для создания лекарства, диабета и ожирения. Что ж, вот и пришло время встретиться с одним из самых жутких существ, обитающих в пустыне. Прислушайтесь к тишине. Стоите неподвижно. Вокруг никого нет. Вдруг вы слышите какое-то шипение, доносящееся снизу. Вы опускаете голову и видите ее. Большой желтый паук размером с человеческую ладонь, с мощными челюстями и длинными ногами прячется в тени вашего тела. В ужасе вы убегаете от этого чудовища, но оно преследует вас. Сделать это в такой ситуации нелегко, но постарайтесь успокоиться. Вы неинтересны этому существу. Ему нужна только ваша тень, чтобы спрятаться от палящего солнца. В любом случае, лучше его не трогать. Мощные челюсти верблюжьего паука могут вызвать, мягко говоря, неприятные ощущения. И, кстати, это существо на самом деле не паук. Да, он относится к классу арахнит, но это отдельный вид. Сальпуги. Этот паук любит кусаться. Он бесстрашен, довольно агрессивен и охотится на насекомых, ящериц, грызунов и мелких птиц. Он также может передвигаться со скоростью 16 километров в час. Для таких небольших размеров это очень быстро. Чтобы убежать от него, нужно быть профессиональным спортсменом. Чаще всего верблюжьих пауков можно встретить в пустынях Ближнего Востока, но они также обитают в Мексике и на юго-западе США. Эти бегуны ночные и стараются избегать солнца днем, поэтому они всегда охотятся за вашей тенью. Кстати, свое название они получили, потому что часто прячутся в тени верблюда. Днем от них никуда не деться, но и ночью они тоже захотят за вами проследить, особенно если вы разожжете костер. Сальпуги всегда бегут на свет в надежде что-нибудь съесть. Некоторые виды этих пауков издают шипящие звуки, чтобы отпугнуть врагов. Теперь давайте на секунду успокоимся и покинем жаркую пустыню. Мы отправимся во влажные тропики Танзании. Под корой деревьев, опавшей листвой и в темных пещерах можно встретить одно из самых страшных существ на Земле. Бесхвостого скорпиона-хлостовика. Представьте себе большого скорпиона без хвоста с плоским телом, которое выглядит так, будто его чем-то придавили. Он похож на паука, но не имеет ядовитых желез и не умеет плести паутину. Этот монстр без шума и быстро. Но самое страшное – это два передних когтя, которые вдвое длиннее его самого. Любая добыча, которую оно поймает, не сможет убежать. Жизнь в темной пещере испортила ему зрение, поэтому хвостовой скорпион старается избегать солнечного света. Во время линьки он забирается на потолок и медленно вылезает из своей старой кожи. Представьте, что вы направили туда фонарик и увидели маленькие коконы, из которых выползают бледные пауки с длинными ногами. Если вы действительно встретили скорпиона, успокойтесь и медленно отойдите как можно дальше. Будьте осторожны. Плоский скорпион может за секунду заползти под одежду и укусить вас в живот. И это еще не самое страшное. Ладно, это шутка. Этот красавчик – одно из самых пугливых и безобидных существ среди пауков и скорпионов. Он боится вас и никогда не нападет. Многие считают его красивым и держат в стеклянных террариумах. Если вы хотите завести такого питомца, внимательно следите, чтобы он не убежал из своего домика. Если это произойдет, то поймать его снова будет довольно сложно. За считанные мгновения он может забраться под вашу кровать или пролезть через щели в полу. Затем через вентиляционную систему он попадет в квартиру соседей и будет пугать там людей. Ладно, а как насчет еще одного скорпиона? Он не такой жуткий, как другие существа в этом видео, но это самый ядовитый скорпион в США. Это аризонский скорпион из коры. Его можно встретить и в пустыне, и у себя дома, и во дворе. Эти ядовитые ребята заползают в помещении и часто жалят людей. Одного раза достаточно, чтобы вызвать боль, похожую на укус пчелы. Но у человека, страдающего аллергией, может возникнуть паралич, затруднение дыхания и другие проблемы со здоровьем. Огни землетрясений – одни из самых загадочных природных явлений. Они могут появляться до, во время или после землетрясения. Обычно они белого или синего цвета и длятся недолго, но иногда могут продолжаться до 10 минут. Их трудно изучать, потому что они могут возникать на разных расстояниях от очага землетрясения. Мы знаем, что они происходят только во время мощных землетрясений, которые имеют от 5 баллов и выше по шкале Рихтера. Ученые считают, что явление может быть вызвано высвобождением ионизированного кислорода, которое происходит при разрушении некоторых горных пород. Следующее удивительное явление нельзя назвать спонтанным, но это не делает его менее впечатляющим. Чтобы увидеть его, отправляйтесь в заповедник Сьерра-де-ла-Макарена, Колумбия. Здесь протекает жидкая радуга или река пяти цветов. Вы можете увидеть, как река меняет цвет на красный, желтый, зеленый и фиолетовый в зависимости от освещения и состояния воды. Это удивительное зрелище вызвано очень талантливым водным растением. Оно прикрепляется к камням в реке и придает воде красноватый цвет. Вода очень прозрачная, поэтому красные пигменты проявляются еще отчеркливее. Если вы когда-нибудь доберетесь до этого удивительного места, то встретите и разнообразную фауну, обитающую вокруг водоема. Здесь можно увидеть красных макак, а также обезьян-ревунов. Каждую осень и весну в районе Ваденского моря в Северной Европе происходит великолепное природное явление. Примерно полтора миллиона скворцов слетаются в одно место, чтобы переночевать в высокой траве. Однако до наступления ночи скворцов могут окружить голодные хищные птицы. Так что скворцы начинают кружиться в танце, создавая замысловатые узоры, чтобы спастись от хищников. Это зрелище называется «черное солнце», и в нем участвует от тысяч до миллионов птиц. Причина такого танца заключается в том, что хищникам гораздо сложнее подкараулить и поймать скворцов в этом потоке. Вулканические звуки, также называемые вулканической акустикой, возникают до извержения вулкана. Их издает магма, находящаяся под давлением в трещинах у поверхности вулкана. Когда магма поднимается, газ накапливается и раскалывает поверхность. Насыщенная газом магма издает звук, похожий на звук трубного органа, который называется вулканическим тремором. Звук меняется со временем, напоминая естественный концерт. Вулканический тремор – это признак приближающегося извержения, поэтому лучше всего скорее найти укрытие, если вы слышите что-то необычное вблизи вулкана. Одно из самых сюрреалистических явлений на Земле можно наблюдать вблизи песчаных дюн. Если вы когда-нибудь окажетесь на вершине песчаной дюны, вам может посчастливиться услышать одну из самых странных вещей – пение песка. Правда, ученые еще не до конца поняли, почему оно появляется. Согласно одной из теорий, песок издает этот звук, скользя по дюне из-за трения между песчинками. Но как определить, что вы слышите именно поющий песок? Это похоже на звук пролетающего вдалеке самолета. Одно из немногих мест на Земле, где песок издает настолько громкий шум, что его могут услышать туристы, находится в пустыне Намиб в Африке или на пляже, лающие пески на Гавайях. Чтобы увидеть редкий золотой водопад, вам придется ехать в Йосемицкий национальный парк, точнее, к водопаду Хвощ. Вам нужно будет заранее запланировать свою поездку, чтобы попасть туда либо зимой, либо ранней весной. Это единственный период в году, когда можно увидеть это прекрасное зрелище. Конечно, это не настоящее золото, падающее с горы, а оптическая иллюзия, когда в сумерках солнечный свет попадает на водопад таким уникальным образом, что он становится похож на реку лавы или золота. В Калифорнийском национальном парке под названием Долина Смерти есть камни, которые, кажется, двигаются сами по себе и оставляют за собой следы. Ученые считали, что за эти перемещения может отвечать земляная кукушка-бегун, но она слишком мала, чтобы таскать за собой камни. Также исследователи думали, что это может быть ветер, но камни слишком тяжелые, чтобы их могло унести ветром. Ученые изучали камни в течение многих лет, но до 2014 года они не видели, как камни движутся, просто наблюдали их в разных положениях в разное время. С помощью таймлапса они обнаружили, что движение было вызвано стечением обстоятельств, выпавшими осадками, резким изменением температуры и ветра. Когда идет дождь, вода иногда замерзает, и камни застревают во льду. При повышении температуры лед начинает таять и медленно двигаться, увлекая за собой камни. Ледяной покров, который перемещает камни, очень тонкий и быстро испаряется, поэтому ученым было трудно понять это явление. Слышали когда-нибудь о грязной грозе? Пристегните ремни, потому что сейчас мы отправимся в опасную поездку прямиком к вулканическим молниям. Нет, это не новая техника танца, хотя он был бы весьма впечатляющим. Это просто забавное имя для молнии и грома во время извержения вулкана. Когда происходит обычная гроза, положительные и отрицательные частицы сталкиваются и создают большую искру молний. А грохот, который вы слышите, это просто гром. Но когда вулкан начинает грохотать, некоторые частицы пепла электризуются и начинают сталкиваться друг с другом. Это вызывает электрические разряды, создавая впечатление, что молния исходит прямо из вулкана. А когда вокруг летят пепел, дым и газ, это выглядит как что-то из фантастического фильма. Именно поэтому такую грозу иногда называют грязной. Ух ты, видели гигантский луч света, устремленный в небо? Это световые столбы. Не волнуйтесь, это не фокус. Просто ледяные кристаллы решили нас разыграть. Видите ли, когда на улице холодно, кристаллы льда у Земли отражают свет, создавая столбы, которые выглядят так, будто они пришельцы из космоса. Ну а на самом деле это просто группка маленьких кристаллов, демонстрирующих свои светоотражающие способности. И если вы думаете, что естественные световые колонны впечатляющее зрелище, посмотрите на искусственные. Они могут быть еще выше из-за света от уличных фонарей. Кристаллы льда могут отражать свет, даже если они немного наклонены. Только представьте, весь этот свет исходит от уличных фонарей всего в нескольких метрах от вас. Так что в следующий раз, когда вы увидите световой столб, не спешите убегать, а просто наслаждайтесь зрелищем. Если вы встретите в небе эти причудливые, похожие на пузыри формы, считайте, что вам повезло. Эти маленькие жемчужины называются облаками маматус. Но это необычные облака. Большинство облаков образуются, когда воздух поднимается вверх, что делает их похожими на большие ватные шарики. Но облака маматус образуются, когда воздух опускается вниз, в результате чего они выглядят, как будто их перевернули. Воздух над и под такими облаками создает небольшую турбулентность. И прежде чем вы это поймете, из облака сформируются идеальные круглые шары. Только не смотрите на них слишком долго. Они часто предупреждают о приближении грозы. Что это тут? Похоже, на солнце надели шляпу прямо на вершине рудных гор в Германии. Это явление под названием солнечное гало. Заснеженные деревья, похоже, тоже присоединились к веселью. Это все благодаря кристаллам льда в высоких облаках. Они любят отражать свет, создавая впечатление, что солнце исполняет причудливый танец. И да, это может означать, что плохая погода не за горами, но не позволяйте ей испортить вам удовольствие. Вы все еще можете сделать несколько отличных снимков. Ну что ж, настала пора весенней уборки. Вы берете тряпку и веник и идете на улицу, чтобы избавиться от паутины на окнах. На этот раз вы настроены решительно. Снимая паутину за паутиной, вы неожиданно замечаете грязь с стороны формы, прилипшую под карнизом и на крыльце. Что это? И тут вас озаряет. Должно быть, это гнезда песочных ос. Вы наверняка думаете, что их тут целый рой, ведь вы нашли немало гнезд. К счастью, песочные осы – одиночки. Фух. Все эти грязевые хижинки заполнены парализованными пауками. Иногда внутри может находиться до 500 пауков, которые ждут, когда вылупятся юные осы. Если в гнезде есть отверстие, это может означать, что гнездо старое или пустое, поскольку песочные осы оставляют дырки, покидая его. Если собираетесь убрать гнездо, лучше дождаться наступления ночи, когда его обитатели менее активны. Несмотря на свою миролюбивость, они непременно ужарят вас при малейшей угрозе. Медведка выглядит так, будто кто-то создал половину насекомого, а потом забыл, какая часть должна идти дальше. Инопланетное создание. Когти крота, тело сверчка и голова креветки – настоящий утконос мира насекомых. Она не ядовита и укусит вас только если вы зажмете ее в руки. А если вы ее сильно достанете, она пустит в ход козырь – крылья. Медведки способны плеваться коричневой жидкостью с ужасным запахом, прямо как скунса. Так что просто дайте им улететь и убирать ничего не придется. Каменные бассейны кишат всевозможными растениями и животными. В них можно найти морских звезд, водоросли, крабов-отшельников, крошечных рыбок и всевозможных осьминогов. Если наткнетесь на синекольчатого осьминога, лучше его не трогайте. Он мигает синим неоном не без причины. Укус этого миниатюрного создания в тысячу раз ядовитие цианида, и антидота к нему не существует. Не тыкайте его палочкой и не пытайтесь поднять. Вы же не хотите отправиться в больницу или в морг. Змей на Земле, конечно, пугают, но морские змеи – это совершенно другой уровень. В Индийском и Тихом океанах обитает около 50 разных видов морских змей, и их красота не уступает исходящей от них опасности. К счастью, кажется, мы их не сильно волнуем. Пожалуй, дюбуа – самая ядовитая морская змея в океане, вместе с носатой энгидриной. Укус кобры на их фоне кажется пустяком. Яд этих змей невероятно опасен. К счастью для нас до появления первых симптомов у человека пройдет несколько часов. Если им удастся прокусить гидрокостюм. Если на улице вам на руку сядет такая муха, вы можете вскрикнуть, и никто не станет вас за это винить. У скорпионницы, как можно понять из названия, кончик хвоста завивается и напоминает скорпионову жабу. Но можно вздохнуть с облегчением. Оно используется только для спаривания. А еще у нее длинная голова, напоминающая клюв. С ее помощью она поедает насекомых, украденных из паутины. В поиске идеального партнера скорпионницы любят дарить своеобразную замену шоколадных конфет и цветов свою слюну. Как романтично. Будучи в Африке, вы можете не заметить эту крупную птицу, если не будете внимательно смотреть по сторонам. Китоглав будет спокойно стоять на месте, пока вы шагаете мимо. Они вырастают до полутора метров в высоту, а размах их крыльев достигает двух с половиной метров. Китоглав звучит как сверх-хищник, но это совсем не так. Они известны как одни из самых медленных птиц и похожи на статуи. Китоглавы просто едят рыбу у поверхности воды, игнорируя остальной мир. Эта птица совершенно не боится людей. Сами они к вам не подойдут, чтобы поговорить о погоде, но позволят подобраться поближе и сделать парочку с ними. Если вы слышите тихий писк, находясь в саду, это может быть мышка, белка или жук-носорог, который решил возмутиться, что вы подошли слишком близко. Они любят шуметь, когда их беспокоят. Может показаться, что с таким огромным страшным рогом на голове они способны себя защитить, но это невозможно. Рог предназначен для того, чтобы убирать с дороги листья и ветки и не позволять другим самцам пробраться на территорию самки. Жуки-носороги обладают геркулесовой силой и способны поднять вес в 850 раз превышающий их собственный. Это как если бы мы с вами подняли 65 тонн или 11 слонов. Попробуем? Нет, спасибо. Небольшой хохлатый олень, обитающий в основном в Китае, очаровательно смотрится с хохолком на голове до тех пор, пока не обернется. О нет, это олень-вампир. К счастью, это животное не собирается пить вашу кровь или надевать плащ. Самцы отращивают свои клыки во время брачного сезона вместо рогов, чтобы бороться за территорию и самок. Они выполняют скорее функцию бивней, чем острых зубов. Помимо наличия клыков, олени лают, как собаки, и убегают, как кошки, если их испугать. Если солнце красно с вечера, моряку бояться нечего. Солнце красно поутру, моряку не понутру. Но никто не говорил о красных приливах. Красный прилив – это токсичное цветение водорослей, которые поднимаются с морского дна после особенно сильных штормов. Скопление водорослей похоже на кетчуп или ржавчину в воде, но на окружающую среду действует куда хуже. При соприкосновении с токсичными водорослями в воде рыба и другие обитатели моря пытаются сбежать. Для людей красный прилив не страшен, но если вы съедите зараженные токсинами морепродукты, ситуация может стать серьезнее. Поэтому от красной воды лучше держаться подальше. Некоторые пауки любят яркую расцветку, чтобы показать, что они опасны. Но только не сиднейский лейко-паутинный паук из Австралии. Этому блестящему черному пауку не нужно доказывать свою крутость. Он легко заставит вас поволноваться, когда решит укусить. Его укус способен отключить нервную систему человека всего за 30 минут. Они могут присти паутину где угодно – в старых бревнах, в обуви и даже в садовых гномах. Лейко-паутиным паукам нравится жить рядом с нами, чтобы иметь возможность быстро найти, что перекусить. Устав жить на одном месте, они бросают свою паутину и бродят в поисках нового пристанища. Чудесно! Кто-то скажет, что «не доеду все нипочем» и, возможно, окажется прав. Когда в вас достаточно смелости, чтобы стащить еду у ягуара, льва или гиены, чего еще вам боятся. Эти крутые ребята – родственники ласок. И они не только яростны, но и умны. Медоеды способны использовать инструменты, чтобы сбежать из вольера. Грабли, камни и грязь становятся помощниками в обретении свободы. Помимо внешнего сходства со скунсом, медоед может похвастаться опасной железой на хвосте, скрывающей им мощный завод по производству вони. Итак, они суровые, вонючие, у них невероятно эластичная прочная кожа и вдобавок сильный иммунитет к яду скорпионов и змей. Если наткнетесь на медоеда, лучше обойдите его стороной. У нас нет ни единого шанса. Вы когда-нибудь слышали о грибе клубника со сливками? Нет? Как насчет другого названия – кровоточащий зуб? Этот гриб не ядовит, но он настолько горький на вкус, что лучше подумать дважды, прежде чем его пробовать. Пока он молот и растет, кажется, что из пор на белом грибе выступают желеобразные красные капли. Это липкий сок, который появляется из-за того, что гриб впитал слишком много воды. По сравнению с ним взрослый бежевый гриб кажется скучным. Под шапкой, там, где производятся споры, структура гриба напоминает зуб, что делает его еще более странным. Тасманский дьявол заработал свою незавидную репутацию – реагируя на угрозы от хищников, сражаясь с другими самцами или отстаивая хороший кусок на обед. Дьяволом его прозвали «Заоскал» – броски и один из самых страшных воплей, которые вы слышали посреди ночи. А еще они едят почти все, до чего доберутся. У них нет привычки охотиться на людей. Но они будут защищаться, если загнать их в угол. Вам не захочется ощутить на себе этот мощный укус. Хорошо, что тасманский дьявол тоже предпочитает держаться от вас подальше. Знаете ли вы, что каждые 15 секунд в США происходит квартирная кража? Это означает, что каждый день совершается примерно 4800 краж, и полиция может раскрыть только 13% всех зарегистрированных случаев. Так что да, с безопасностью дома шутить не стоит. Я тоже не буду. Но все же не волнуйтесь, вам не нужно превращать свой дом в крепость, чтобы чувствовать себя спокойно. Существует огромное количество вещей, которые можно сделать, чтобы не пустить плохих людей в ваш дом и сохранить ценности в безопасности, не опустошая кошелек. Итак, начнем. Дома безохранной системы на 300% чаще подвергаются взлому и кражам со взломом, поэтому вам обязательно следует подумать о ее установке. Однако существует множество различных типов охранных систем, поэтому выбор оптимальной системы, отвечающей вашим потребностям, желаемому уровню защиты и бюджету, может стать непосильной задачей. Глобально все сводится к двум вариантам – профессиональная или самостоятельная установка. Давайте рассмотрим оба варианта. Профессионально установленные системы гарантируют постоянное наблюдение и обычно имеют долгосрочные контракты и, естественно, требуют регулярной оплаты. Однако первоначальные затраты компаний на оборудование обычно небольшие, поскольку они распределяют свои расходы на весь срок действия контракта. Как только вы примете решение об установке, компания назначит встречу с одним из своих технических специалистов. Он проведет оценку безопасности и объяснит вам все возможные варианты, и пока действует ваш контракт, вы можете сообщать компании о любых проблемах, возникающих с системой, и именно она будет отвечать за исправность оборудования. Конечно, вам следует выбрать профессиональную установку систем безопасности, если вы хотите полностью расслабиться, а не проводить долгие часы за обучающими видео или чтением страниц руководства. Тем не менее, профессионально установленные системы безопасности могут вам не подойти, особенно если вы арендуете жилье из-за условий договорных обязательств. А может быть, у вас просто ограничен бюджет. Вот тут-то и пригодится второй вариант. Если средняя цена мониторинга за домом от агентств составляет около 50 долларов в месяц, то система мониторинга для самостоятельно установленной камеры обойдется вам около 28 долларов в месяц. Кроме того, при установке камер слежения своими руками вы платите только за само оборудование. Но будьте готовы, что на его покупку вы потратите больше, нежели обратившись в агентство. Кроме того, системы домашней безопасности «Сделай сам» сопряжены с риском неправильного размещения оборудования и наличия уязвимостей, которые обнаружил бы профессионал. В конце концов, самое главное, что вам нужно сделать перед выбором системы безопасности, – это оценить потребности вашего района и вашего дома. Вы знали, что 34% взломщиков используют только входную дверь? Если ваша дверь недостаточно прочная, вы, по сути, приглашаете грабителей войти. Поэтому установки систем безопасности недостаточно. Необходимо проверить все наружные двери, дверные коробки и петли. Вы всегда можете использовать комплекты для усиления дверей, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Если в вашей двери есть почтовый ящик, проверьте, может ли кто-нибудь через него пролезть. При переезде в новый дом или квартиру поменяйте дверные замки. Так никто из посторонних не сможет войти в ваш дом, воспользовавшись ключами. Еще один способ усилить безопасность вашей двери – использовать беспроводные камеры дверного звонка. Например, такая камера очень удобна в использовании. Она имеет встроенную перезаряжаемую батарею, которой хватает на 1-2 месяца, и вам не придется заряжать ее слишком часто. Вы можете отслеживать состояние батареи с помощью приложения для телефона. Она также оснащена датчиком движения, ночным видением и, к тому же, водонепроницаема. Кстати, не забудьте о раздвижных стеклянных дверях. Вы можете использовать ограничители, чтобы предотвратить их принудительное открытие. Также можно установить дверной датчик или датчик разбития стекла, чтобы он отправил вам сигнал, если кто-то попытается забраться внутрь через них. А теперь переходим к основам безопасности дома. Доля грабителей, проникающих в дом через окно, достигает 23%, потому что люди просто забывают запирать окна. Впрочем, грабители всегда могут разбить стекло. Если вы не хотите, чтобы это произошло, можете укрепить стекло защитной пленкой, добавить оконные решетки или установить оконные датчики. Если ничего из этого невозможно, вы также можете посадить колючие кусты под окнами первого этажа, чтобы отбить у грабителя охоту выбирать ваш дом для взлома. В чем разница между актером и грабителем? Взломщики не любят быть в центре внимания. Вот почему наружное освещение – это ваше преимущество. Фонари должны быть размещены вокруг переднего и заднего дворов, вдоль дорожек и возле гаража. Чтобы сделать наружное освещение более эффективным, можно использовать светильники, активируемые движением. Возьмем, к примеру, этот. Он работает на солнечных батареях, а значит, поможет вам сэкономить электроэнергию. Но это не значит, что вы останетесь без света, как только облака закроет небо. Он способен работать 4-5 ночей даже в дождливые дни. Не позволяйте грабителям играть с вами в прятки. Хотя деревья и кустарники могут придать вашему дому более красивый вид, они также могут стать удобным укрытием для преступников. Вот почему вам следует обрезать по крайней мере те деревья, что находятся рядом с вашим домом и могут быть использованы для укрытия. Вместо них выбирайте невысокие цветы и кустарники. Так у грабителей не будет возможности спрятаться в них и подождать, пока вы выйдете из дома. То же самое касается ворот с замком, сараев и других построек на улице. Убедитесь, что эти места заперты. Грабители могут использовать табуретки и лестницы, чтобы забраться в дом через окна. Поэтому не искушайте их, оставляя табурет на улице. Это само собой разумеется, но я все равно скажу. Заприте гараж. Даже если через него нет доступа в ваш дом, скорее всего там хранится много ценных вещей, которые могут заинтересовать грабителей. Также разумно хранить устройство для открывания двери гаража в доме, а не оставлять его в машине. Так грабители не смогут легко им завладеть. Если вы используете код безопасности для открытия гаража, то храните его в тайне и не вводите его в присутствие других людей, включая соседей. Некоторые соседи, но вы знаете. Установка подъездной сигнализации также поможет обезопасить гараж. В наши дни большей проблемой являются не только грабители, но и пираты-крыльца. Они же воры посылок. В прошлом году почти каждый седьмой американец стал их жертвой. Именно здесь оказываются полезными камеры наблюдения. Во-первых, они работают как сдерживающий фактор. А во-вторых, если кто-то действительно украдет ваш пакет, вы сможете опознать его благодаря записям с камер наблюдения. Если вы не можете купить хорошую камеру безопасности, то приобретите подделку. Они намного дешевле и помогут сделать ваш дом более защищенным, чем он есть на самом деле. Например, такой вариант. В камеру встроен мигающий свет, что делает ее максимально реалистичной. И последнее, но не менее важное. Вам не помешает иметь сейф. И не волнуйтесь, это не должен быть один из тех гигантских титановых сейфов, которые показывают в фильмах о грабежах. Несмотря на все меры предосторожности, грабители все равно могут проникнуть в ваш дом. Поэтому вам нужно позаботиться о защите ценностей. Вы можете спрятать все важные вещи от дорогих украшений до жизненно важных документов, чтобы быть в полной безопасности. Если вы собираетесь купить себе такой, убедитесь, что он огнестойкий, водонепроницаемый и достаточно тяжелый, чтобы вор не смог поднять его и уйти с ним. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Иногда по ночам, когда небо перед сильной грозой ясное, можно увидеть эльфов, гномов, троллей или синие струи. Что? Последняя фраза не вписывается в этот ряд. Ну а на самом деле речь идет не о каких-то сказках. Это всего лишь различные типы вспышек молний, которые видны в основном очень высоко над грозовыми тучами. Начнем с красных спрайтов. Это вспышки света, появляющиеся над грозовыми разрядами и собирающиеся в группы. Они редки, так как вызываются только особым типом молний – положительным ударом облака в землю. То есть во время удара молнии положительный заряд переносится с грозового облака на землю. Такие молнии составляют лишь 10% от общего числа ударов молнии. Более века многие считали, что эти вспышки – всего лишь городская легенда. Люди действительно видели их время от времени, но вспышки были настолько кратковременными, что даже если бы вам посчастливилось их застать, вы не успели бы позвать кого-нибудь, чтобы вместе наблюдать за этим явлением. Даже когда уважаемые ученые или летчики рассказывали о молниях, научное сообщество в основном игнорировало их. В 1989 году произошло нечто странное. Исследователям из университета Миннесоты действительно удалось заснять спрайтов на пленку. С этого все и началось. Люди по всему миру стали делиться видео с ними и фотографиями. Красные спрайты – это 100-метровые шары из ионизированного воздуха. Они падают вниз с высоты около 80 километров со скоростью 300 тысяч километров в час. Исследователи изучают не только молнии, падающие вниз из бушующих туч, но и разноцветные вспышки, устремляющиеся в космос. Итак, электричество тянется вверх к электрически заряженной ионосфере, но в то же время оно обрушивается вниз к Земле. Красные спрайты бывают разных форм, например, медузами, площадь которых иногда достигает 77 квадратных километров. Вы можете увидеть морковных спрайтов или конусовидных. Они похожи, только у морковки есть длинные усики. Нижняя часть усиков часто бывают синими, а верхние красными. 22 августа 2022 года нам удалось сделать несколько потрясающих фотографий ярко-красных полос в небе над пустыней Атакама в Чили. Они были окружены еще одним большим свечением зеленоватого цвета. Это явление мы называем воздушным свечением, и увидеть его так хорошо можно только при отсутствии светового загрязнения. По сути, оно происходит, когда мы используем слишком много искусственного света. Это также не позволяет нам наблюдать звезды и другие объекты, которые мы могли бы увидеть на небе. Свечение происходит из-за наличия в нашей атмосфере атомов азота и кислорода. В дневное время солнечный свет ионизирует их, отрывая от них электроны. Затем они медленно рекомбинируют со своими электронами, и этот процесс вызывает свечение. Как увидеть красного спрайта? Для начала нужно найти сильную грозу. Чаще всего они бывают летом и весной, например, в июне. Конечно, спрайты могут появиться в любое время года, если на уровне Земли идет мощная гроза с молниями. Небо должно быть ясным и очень темным, в идеале без яркого лунного света. А гроза должна находиться на расстоянии примерно 160-300 километров. В этом случае облака не будут закрывать небо, и видимость будет лучше. При самом хорошем раскладе гроза будет двигаться вдоль горизонта, и вы сможете увидеть все, что находится выше верхушек облаков. Также вы можете отслеживать грозу с помощью метеорологического радара. Вашим глазам нужно время, чтобы привыкнуть к темноте. Дайте им время, примерно 20-30 минут. Держите глаза над облаками и старайтесь не смотреть на них прямо. Не обращайте внимания на вспышки молний. Спрайты появляются примерно один раз на каждые 200 ударов молнии. Не надеетесь запечатлеть это на камеру. Это непросто. Но сам вид, скорее всего, будет стоить того, чтобы подождать. Это и подобные яркие события мы называем особые световые явления, или TLE. Transient Luminous Events. Стоит упомянуть и о синих струях. Это тусклые голубые огни, которые быстро поднимаются вверх, как дым, над мощными градинами. Они также очень редки, и в большинстве случаев их можно увидеть только с самолета. А теперь перейдем к сказочным существам. Эльфы. Когда мы говорим о вспышках молний, это короткие диски тусклого света, которые можно увидеть на высоте около 100 километров в атмосфере. Это всего лишь аббревиатура. На русский она переводится примерно как огромные слабосветящиеся вспышки, конусы из верхней части грозового облака. Да, я предлагаю остановиться на эльфах. Переходим к троллям. Это красные пятна, появляющиеся вблизи верхушек облаков после вспышки очень мощного красного спрайта. Гномы – самые маленькие и самые быстрые вспышки. Речь идет о крошечных белых пиках света, которые вспыхивают на вершине большой наковальни из грозовых облаков. Наковальня – это вытянутое облако, которое можно увидеть в верхней части бушующей грозы. Она распространяется по ветру вместе с ветрами верхнего уровня. А гномы – длятся всего микросекунду. Посмотрите-ка, шаровые молнии имеют форму огненных шаров, которые могут быть размером с мяч для гольфа или вырастать до очень большого пляжного мяча. Они могут быть желтыми, красными, белыми, оранжевыми, зелеными или фиолетовыми. Они могут жить несколько секунд, а иногда и минут. На протяжении многих веков многие люди рассказывали о том, что видели шаровые молнии, иногда даже влетавшие в их домах. Однако подобные явления действительно непредсказуемы и происходят крайне редко. Ученым удалось воссоздать шаровую молнию в лаборатории или, по крайней мере, нечто очень похожее на нее. Они поняли, что шаровая молния, скорее всего, появляется после того, как молния ударяет в землю. Минеральные зерна в почве при этом испаряются. Вот нечто впечатляющее – вулканическая молния. Эта молния рождается в шлейфах бурного извержения вулкана. Как и остальные грозы, вулканические молнии образуются при накоплении статического электричества в атмосфере Земли. А затем оно высвобождается в виде молнии. Ученые не понимают механизм полностью, но считают, что он связан с зарядами. Например, заряд льда, который является причиной образования гроз, также играет определенную роль в возникновении молнии при извержении вулкана. Это происходит, когда нагретый при извержении воздух поднимается в небо и встречается с холодным воздухом. Вода, образовавшаяся при извержении, превращается в частицы льда, и когда эти частицы сталкиваются друг с другом, некоторые электроны избиваются. Частицы льда, которые теперь имеют более положительный заряд, поднимаются в небо и собираются вместе. Или это может быть фрикционный заряд? Еще одна причина возникновения вулканических молний. Как при столкновении крошечных частиц льда происходит зарядка льда, так и при столкновении пепла и кусков породы, образуются заряженные ионы. Существуют и темные молнии. Более 10 лет назад исследователи обнаружили, что угрозы могут генерировать короткие, но очень сильные всплески гамма-излучения. Формы света самой высокой энергии. Они настолько яркие, что могут ослепить датчики на спутниках, даже если те находятся на расстоянии сотен километров. Они также могут создавать антиматерию. Антиматерия – это тип материи, состоящий из частиц с противоположными зарядами по сравнению с частицами обычной материи. Представьте, что у вас есть две коробки, наполненные блоками. Некоторые блоки красные, а некоторые синие. Когда эти пары соприкасаются друг с другом, они исчезают или аннигилируют и превращаются в энергию. Именно это происходит при встрече частиц, материи и антиматерии. И эти вспышки могут быть результатом темных молний, поскольку они излучают свет, который на самом деле не виден. В обычных молниях участвуют медленные электроны. В темных молниях электроны высокоскоростные. Они врезаются в молекулы воздуха и таким образом производят гамма-излучение. Это происходит каждые 43,8 секунды. Я говорю об угонах в США. Да, каждую минуту кто-то теряет свой драгоценный автомобиль. Если вы хотите узнать больше об этой душераздирающей статистике, то вот, пожалуйста. Только в 2020 году в США было зарегистрировано более 800 тысяч угонов и звание «Выбор мошенников» досталось пикапом Ford, поскольку их угоняли чаще всего. Кроме того, больше всего краж пришлось на Новый год. В общем, всем нам нужно следить за своими автомобилями. Очень маловероятно, что кто-то угонит ваш автомобиль, пока вы находитесь в пути. Но как только вы паркуетесь, все становится гораздо проще. Поэтому к парковке нужно подходить ответственно. Иногда вам придется пройти немного больше, чтобы найти хорошо освещенное место, но это того стоит. Неправильно припаркованные автомобили могут эвакуировать. Оказывается, не все эвакуаторы настоящие. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите эвакуатор возле своей машины, проверьте, не мошенники ли это. На настоящем эвакуаторе должна быть какая-нибудь фирменная символика, а его экипаж должен быть одет в униформу. Мы начали с того, что автомобиль сложно угнать во время движения. Извините, но это правда лишь отчасти. У гонщиков не волнует тот факт, что вы сидите в машине. Важный момент. Даже если вы находитесь внутри автомобиля, всегда следите за тем, чтобы запирать двери. У гонщиков есть хитрые способы выманить автовладельцев из их машин. Они могут устроить ловушку и инсценировать аварию. Поэтому если вы увидите, что вашу машину ударили сзади, не спешите сразу же выходить из нее. Подождите немного и остановитесь на обочине. Убедитесь, что место, где вы остановились, безопасно и вокруг вас есть люди. При возникновении подозрений лучше позвонить в полицию. Если вы готовы доплатить за защиту своего автомобиля, вот вам идея. Вы можете установить дистанционный автомобильный стартер. Это отличная вещь не только для тех, кто живет в холодном климате и кому нужно заводить машину заранее. Его главное преимущество в том, что вы не сможете уехать на автомобиле, заведенном таким образом, поскольку этот режим не позволяет переключать передачи. Любой автомобиль имеет идентификационный номер транспортного средства или просто ВИН, на который вы, возможно, не обращали внимания. Когда воры продают угнанный автомобиль, они меняют ВИН. Чтобы замаскировать угнанный автомобиль, они используют другой ВИН от аналогичного автомобиля. Но если вы выгравируете этот номер на каждом стекле своего автомобиля, мошенники сразу увидят, что вы всерьез настроены его защитить. Кроме того, такой автомобиль будет казаться им испорченным. Ведь им придется менять ВИН-код, а заодно придумывать, что делать с гравированными стеклами. Скорее всего, придется менять окна целиком, а это дорого. Перепродажа такого автомобиля покажется мошенникам слишком трудоемкой, и они решат не вкладывать в него столько усилий. Да ладно, эти парни даже не работают, и при этом им лень возиться с окнами. Кстати, профессионалы с удовольствием нанесут ВИН-номер на окна вместо вас, так что вы тоже сможете расслабиться и не тратить усилия. Кстати, если вы хотите купить поддержанный автомобиль, вам стоит обратить внимание на ВИН. Некоторые автомобили как бы клонированы, то есть их ВИН не настоящий, а просто добавлен на номерной знак вручную. Вот почему перед покупкой поддержанного автомобиля необходимо проверить всю документацию. Обратите особое внимание на технический паспорт и убедитесь, что ВИН там совпадает с номером ВИН на автомобиле. Вот еще один защитный гаджет. Он называется «умная автомобильная сигнализация». Его звук противнее, чем звук будильника. Он делает две вещи. Во-первых, он издает очень громкий звук, который может как отпугнуть злоумышленников, так и привлечь свидетелей. Во-вторых, он отправляет вам сигнал тревоги, если вы почему-то не слышите этот оглушительный звук. Есть еще один секретный механизм, который поможет защитить ваш автомобиль. Это кнопка аварийной остановки, которую можно подключить к зажиганию, аккумулятору, топливному проводу и так далее. Когда вы выходите из машины, вам достаточно щелкнуть выключателем. Даже если мошенники каким-то образом украдут ваши ключи, это им не поможет. Сначала им нужно будет найти этот выключатель, чтобы завести машину. И только от вас зависит, где его спрятать. Мы все знаем, что чем больше защиты в автомобиле, тем лучше. Жулики не любят возиться с технологиями, и статистика это подтверждает. Тесла, наряду с другими высокотехнологичными автомобилями в последние годы, числится в антилидерах по угону. Однако современная не обязательно означает защищенная от мошенников. Многие крутые автомобили оснащены диагностическими портами управления двигателем. Это очень удобно, но есть и обратная сторона. Порты могут помочь разблокировать и даже завести автомобиль. Поэтому, если в вашем автомобиле есть такая функция, подумайте о покупке чехла с замком. Всегда проверяйте, закрыли ли вы окна, прежде чем покинуть автомобиль. Даже маленькой щели достаточно, чтобы мошенник мог открыть дверь и угнать машину. И не говорите, что это очевидно. Я почему-то вижу машины с открытыми окнами каждый день. Если мошенник действительно захочет, он может разбить окно тяжелым предметом или даже камнем. Понимаете, к чему я? Старайтесь, чтобы у мошенников не возникало желания вскрыть вашу машину. Это означает, что на виду не должно быть никаких ценных вещей. Не кладите ноутбуки или сумочки на переднее сидение. Спрячьте их в багажник или возьмите с собой. Вариантов много. Не показывайте ворам, что они могут что-то украсть из вашей машины. Хранить запасной ключ в бардачке тоже не лучшая идея. Жулики знают, где его искать. Все просто. Они открыли машину, что не так уж сложно. Открывают бардачок и могут ехать. Итак, допустим, вы по-прежнему храните ценные вещи в машине, а запасной ключ в бардачке. И вам это нравится. Тогда подумайте об установке замка на рулевое колесо. Он не слишком функционален, но эксперты ценят его как визуальный сдерживающий фактор. Помните, что воры ленивы и не хотят возиться со всякими гаджетами. Специалисты утверждают, что мошенники с большей вероятностью пройдут мимо автомобиля, где установлен замок на рулевом колесе. Некоторые из них, кстати, действительно работают. Так что даже если мошенник захочет увезти вашу машину, ему это не удастся. Снять хороший замок очень сложно. Теперь самый очевидный совет. Купите камеру видеонаблюдения. Сегодня существует множество таких камер. Они имеют режимы ночного видения, функции обнаружения людей, высокое разрешение. Все, что вам может понадобиться. Настоящая камера поможет вам следить за машиной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но если вам не хочется тратить на нее деньги, можете установить муляж и надеяться, что воры его не вычислят. Ладно, давайте представим худшее. Кто-то проигнорировал все эти советы и остался без машины. Что ему делать? Прежде всего, этот кто-то должен предоставить информацию полиции. Поэтому убедитесь, что вы знаете цвет. Я знаю, это просто. Пожалуйста, не используйте сложные формулировки при описании цвета машины. Например, не говорите «мох» вместо темно-зеленый. Вам также нужно знать год выпуска, марку и модель. Проверьте, что вы все это помните. В полиции обязательно спросят номерной знак и ВИН. Если вы не помните их наизусть, запишите их в телефоне. Упс, только что в США произошло одно ограбление. Подождите 22,6 секунды и произойдет еще одно. Не волнуйтесь слишком сильно о своем имуществе. Предупрежден? Значит вооружен. Давайте рассмотрим несколько советов о том, как защитить дом. Простая наклейка может внести большой вклад в безопасность вашего дома. Например, вы можете использовать наклейку, на которой написано, что у вас есть охранная система, даже если ее нет. Возможно, это звучит не слишком убедительно, но грабители предпочитают не связываться с такими домами. Еще один совет. Убедитесь, что наклейка выглядит правдоподобно. Самодельная табличка не подойдет. Лучше потратиться и купить качественную наклейку. Еще один умный прием. Можно оставить на крыльце пару очень больших ботинок, чтобы грабители могли их хорошо видеть. Пусть они думают, что здесь живет кто-то большой и опасный. Они не захотят с ним встречаться. Теперь давайте осмотрим вашу дверь. Надеюсь, вы не оставляете ключи под ковриком. Зато вы можете оставить под ковриком печенье или чипсы. Это забавный способ проверить, не заходил ли к вам кто-нибудь, пока вас не было. Однако этот трюк не дает стопроцентной гарантии. К вам может наведаться почтальон, курьер, который ошибся дверью или даже чья-то собака. Да, пожалуй, печенье место в желудке, а не под ковриком. Итак, вы вернулись домой с работы. День был тяжелый и вы устали. Вы оставляете ключи в замочной скважине и забываете об этом. Правильно. Главное, что вы заперли дверь и ключи внутри. Но кто сказал, что в кустах нет грабителя, изучающего ваш дом? В теории невозможно вставить дубликат и проникнуть внутрь, если в замочной скважине есть ключ. Но эти парни хорошо оснащены и имеют целый набор отмычек, чтобы избавиться от ключа. Вы знаете, что произойдет дальше. Они проникнут в ваш дом бесшумно, как ниндзя, и заберут все ваши ценности, пока вы мирно спите. Замок, который можно закрыть только изнутри и невозможно открыть снаружи, кажется хорошим решением. При переезде на новое место, даже если вы не купили, а арендовали жилье, обязательно смените замки. Кто знает, сколько копий ключей существует, и вы не знаете, кто снимал этот дом до вас. Если вы когда-нибудь случайно оставите ключи во входной двери на некоторое время, лучше всего сменить замок. Возможно, ничего страшного не произойдет, но все же лучше перестраховаться. Не оставляйте ключи не только в двери, но и на виду. Возможно, лучше уносить их в гостиную, а не держать возле входной двери. Иногда грабители могут воспользоваться не только вашей дверью, но и окном. Будьте осторожны с мусором, особенно если собираетесь выкинуть упаковку от дорогих вещей. Не дайте ворам узнать, что вы купили и сколько за это заплатили. Кроме того, в ваш мусор могут попасть бумаги с личными данными, реквизитами кредитной карты и многим другим. Следите за своим почтовым ящиком. Убедитесь, что на нем есть замок. Дело в том, что грабители могут интересоваться содержимым почтового ящика. Поэтому секрет прост. Держите его запертым и обязательно уничтожайте все бумаги, связанные с личными данными. Теперь давайте осмотрим лужайку перед вашим домом. Я уже вижу одну проблему. Я говорю об этих больших кустах. Да, я знаю, у вас нет времени их подстригать. Чем они больше, тем больше места для грабителей. Кроме того, если кто-то увидит неухоженные деревья и кусты рядом с домом, он может подумать, что хозяин уехал. Вы же понимаете, к чему я веду? Допустим, вы проигнорировали предыдущие советы и грабители проникли в ваше жилье. Самое интересное для них – это, конечно же, наличные. Если у вас дома нет наличных, можете пропустить этот пункт. Но если у вас есть ценные вещи, подойдите к делу творчески. Наличные можно засунуть в пластиковый пакет и спрятать в большой контейнер с остатками пищи. Также можно положить пластиковый пакет в бутылку из подмоющего средства, которую вы храните в кладовке или на кухне. Грабители вряд ли поймут, что это тайник. А вот прятать наличные деньги или драгоценности в контейнере для лекарств не слишком умно. И морозильник тоже не лучший вариант. Многие грабители любят проверять его в первую очередь. Пора выяснить, правильно ли вы храните ключи. Если вы держите ключи от машины и дома вместе, то, возможно, вам стоит пересмотреть подход. Представьте, что вы потеряли ключи, а грабители каким-то образом узнали, где вы живете. Они не только заберут то, что им нужно, но и получат транспортное средство для перевозки вашего с трудом нажитого имущества. Следите за ключами от гаража, особенно если есть возможность пробраться в дом через гараж. Даже если нет, кто сказал, что в гараже нет ценных вещей? Для грабителей не существует никаких ограничений. Они могут пробраться в дом даже через маленькие окна. Причина, по которой они предпочитают двери, заключается в том, что это самый безопасный способ. Протискиваясь через окно, они могут поцарапаться. И дело не в том, что они не хотят портить свой внешний вид. Если они оставят свой ДНК, их можно будет вычислить. Взломщики тщательно следят за тем, чтобы не оставлять следов. Например, в отчете из Англии утверждается, что только около 3% из них оставляют криминалистические улики. Чтобы защитить себя ночью, есть несколько вариантов. Первый. Ставьте в замочную скважину большую скрепку или булавку. Вы можете использовать запасную пару ключей, если они у вас есть. Вы сделаете так, что грабителям будет очень трудно, если вообще возможно использовать дубликаты ключей. Второй способ. Можно забаррикадироваться. Используйте тяжелый стул, нижнюю полку, да что угодно. Серьезно, почему бы и нет, если это поможет вам чувствовать себя в безопасности. Если ваша дверь открывается наружу, стоппер может быть очень полезен. Стул тоже подойдет. Закрепите его под дверной ручкой. Это не самая мощная система безопасности, но она делает свою работу. Можно также связать дверные ручки вместе. Муляж камеры видеонаблюдения может защитить вас и днем, и ночью. Опять же, взломщики не так бесстрашны, как кажется. Если у вас есть настоящая камера видеонаблюдения, убедитесь, что злоумышленники не смогут ее деактивировать. Установите ее в каком-нибудь труднодоступном месте. Если вы готовы вложить некоторую сумму в защиту дома, то светильник с датчиком движения – это то, что вам нужно. Преступники любят темные места, и если они приблизятся к вашему дому, их отпугнет яркий свет. Это решение работает до тех пор, пока грабители думают, что вы дома. Если же они уверены, что вас нет, оно будет менее эффективным. Таймеры для телевизора и радио – еще один прием. С их помощью вы можете сделать вид, что находитесь дома, даже если вас нет. Идеальный вариант – светильник с датчиком движения. Этот трюк поможет перехитрить некоторых грабителей, но опять же, он не дает полной гарантии. Некоторые злодеи не побоятся вломиться в дом, даже если включен телевизор. Как насчет живой сигнализации? Она тоже может быть настоящей или ненастоящей. Я говорю о собаках. Помните фокус с ботинками? Вы можете проделать нечто похожее с собакой, если у вас ее нет. Оставьте на крыльце большую миску, но убедитесь, что все выглядит по-настоящему. Миска не должна быть нетронутой и совершенно новой. Вы знаете всех своих соседей? Если нет, самое время испечь печенье и навестить их, чтобы познакомиться. Мошенники не очень любят действовать в районах, где люди знают друг друга и заботятся друг о друге. Шансы, что подозрительную активность заметят и донесут о ней, слишком высоки. Так что своего рода соседский дозор – это отличный способ защитить свой дом и, возможно, найти новых друзей. Вы заселяетесь в гостиничный номер, подключаетесь к Wi-Fi, прыгаете на кровати и выкладываете 15 фотографий вида из окна. Когда первоначальный всплеск возбуждения проходит, вы замечаете подозрительно мигающий огонек на большом телевизоре. Быть может, за вами кто-то наблюдает или вы просто насмотрелись шпионских фильмов? Скрытые камеры бывают разных форм и размеров. Большие камеры легко заметить, но маленькие могут быть очень хитрыми и почти неразличимыми. Они могут спрятаться за мебелью, в украшениях интерьера или в вентиляционных отверстиях, а также в любом другом непредсказуемом месте. Существуют даже специальные камеры, которые можно спрятать в непримечательных передвижных предметах, таких как будильники, рамки для фотографий, вазы и лампы. Проверьте, не развернуты ли эти предметы под странным углом, не расположены ли они так, чтобы кто-то мог лучше видеть вашу кровать или ванную комнату. Самый простой способ обнаружить скрытую камеру – поискать отражение объектива, потому что все камеры оснащены объективами. Выключите свет и медленно просканируйте комнату с помощью фонарика, лазерной указки или специального беспроводного детектора шпионских камер. У последнего обычно есть инфракрасные сканирующие лампы и лампа для подсветки. Когда вы обнаружите красное отражающее пятно, включите фонарик, чтобы проверить, нет ли там скрытой камеры. Обязательно изучите вентиляционные отверстия, а также любые другие отверстия и щели в стенах или на потолке. Некоторые современные детекторы даже показывают, что видит камера и с легкостью ее обнаруживают, однако такие детекторы работают только с включенными камерами. Ваш мобильный телефон также может помочь вам найти скрытые угрозы. Включите Bluetooth и прогуляйтесь по номеру. Посмотрите, не появляются ли на экране неизвестные устройства. Еще одна идея – установить приложение для сканирования сети, которое показывает все устройства, подключенные к сети Wi-Fi, которые вы используете в отеле. После завершения сканирования изучите список устройств, подписанных как IP-камера или камера. Кроме того, вы можете поставить телефон в режим селфи, выключить свет, закрыть шторы и медленно оглядеть комнату, сосредоточившись на экране. Следите за фиолетовым или белым светом на экране. Вы можете поиграть в детектива, позвонив другу или родственнику и начав ходить по комнате. Секретные камеры должны излучать особые радиочастоты. Скорее всего, они будут мешать сигналу телефонного звонка. Если во время телефонного разговора вы начнете слышать странные звуки в определенной части комнаты, внимательно осмотрите ее. Проверьте выключатели, электрические розетки, лампы и другие предметы, на которые вы обычно не обращаете внимания. Если они кривовато расположены, имеют отверстия или находятся в нелогичном месте, это может быть признаком того, что за ними скрывается камера. Многие шпионские устройства нуждаются в проводах, и тот, кто их устанавливал, должен был спрятать эти провода за виниловым плинтусом. Вот почему вместо стыка пола и стены еще одна область, которую стоит проверить. Выступы, неровности или изменение цвета могут быть признаком, что там спрятан микрофон. То же касается пятен на потолке и стенах, даже если они не больше монеты. Если вы обнаружили скрытую камеру или что-то подозрительное, не стесняйтесь сообщить об этом администрации отеля или службе бронирования. Не пытайтесь отключить устройство самостоятельно. Если отель все отрицает, обратитесь в полицию. Проверив комнату на наличие камер, изучите зеркала. Кто-то может наблюдать за вами с другой стороны. Сначала посмотрите, встроено ли зеркало в стену, или его можно регулировать. Полупрозрачное зеркало будет встроено в стену. Вы можете провести простой тест для проверки зеркала. Прижмите кончик пальца к стеклу и надавите достаточно сильно, чтобы остался отпечаток, когда вы уберете палец. Изучите отпечаток. Если между отпечатком и зеркалом, где должно быть стекло, есть небольшой зазор, значит это обычное зеркало. На полупрозрачном зеркале зазора не будет. Еще один способ проверить, не следя ли за вами сквозь полупрозрачное зеркало, просто постучать по стеклу. Если с другой стороны стекла пустота, звук будет соответствующим. Двойное зеркало требует более яркого света с другой стороны, чем с вашей. Подойдите к нему вплотную и сложите руки козырьком. Вы видите свет за зеркалом? Если да, то, возможно, за вами наблюдают. Прежде чем покинуть комнату или лечь спать, убедитесь, что все двери надежно заперты. Я имею в виду не только вход в комнату, но и дверь, ведущую на балкон или террасу, если они у вас есть. Можете использовать портативный дверной замок для дополнительной безопасности, когда остаетесь внутри. Попробуйте немного покреативить и обернуть ремень или лямку сумки вокруг дверных ручек. Застегните ремень и оберните его несколько раз для дополнительной защиты. Еще одна идея для случаев, когда вы собираетесь лечь спать, построить пирамиду из вещей у двери. Стаканы и кружки отлично подойдут. Если кто-то попытается проникнуть внутрь, пока вы спите, будет очень шумно. Злоумышленники предпочитают не суметь, поэтому они, скорее всего, сразу откажутся от попытки вас ограбить. Если вы путешествуете с ценными вещами и вам неудобно оставлять их в номере, можете положить их в сейф. Но в гостиничных сейфах вместо физических замков используются коды, и кто-то из сотрудников отеля должен знать мастер-код, просто на всякий случай. Поэтому лучше возить с собой собственный сейф. Например, на Amazon можно найти сейфы, похожие на книги. Они сделаны из прочного металла и текстурированной бумаги. Такие сейфы оснащены комбинированным замком и предлагают достаточно места, чтобы вместить ваши паспорта, наличные и ювелирные изделия. Если вы вынуждены оставить ноутбук в номере и хотите быть уверены, что никто не подключал USB-накопитель, чтобы украсть ваши данные, вот что вы можете сделать. Оставьте бутылку с водой или какой-нибудь другой предмет рядом с USB-портом. Измерьте расстояние, допустим, оно равно длине одного большого пальца. Чтобы кто-то мог подключить свое устройство к ноутбуку, ему придется передвинуть бутылку. Можно пойти дальше и положить рядом с ноутбуком ручку под определенным углом. Вы можете измерить угол с помощью смарт-часов или телефона, используя приложение Компас. Опять же, если кто-то сдвинет ручку, вы об этом узнаете. Даже такая простая вещь, как табличка «Просьба не беспокоить» поможет вам выяснить, входил ли кто-то в вашу комнату, пока вас не было. Создайте впечатление, что вы уходили в спешке, а табличка случайно застряла между дверью и дверной коробкой. Если вы вернулись, а табличка больше не зажата, значит, кто-то проигнорировал ее и пытался вас потревожить. В этом случае вы можете обратиться на ресепшн и попросить кого-нибудь войти в номер вместе с вами, чтобы обеспечить вашу безопасность. Если вы беспокоитесь о чистоте в номере не меньше, чем о своих вещах и личной безопасности, эта информация для вас. За 8-часовую смену работникам гостиниц обычно приходится обслуживать до 20 номеров. Это означает, что на уборку вашего номера у них будет не больше 30 минут. Этого хватит, чтобы заправить постель, вымыть полы в комнате и ванной, опустошить мусорные ведра и протереть пыль со всех поверхностей. Но у них редко хватает времени на уход за мелкими предметами, такими как выключатели, ручки дверей и ящиков, и пульты дистанционного управления. И именно с этими предметами вы будете постоянно контактировать. На них может быть больше микробов, чем в туалете. Поэтому, если вы хотите быть уверены, что эти микробы не попадут к вам на руки, возьмите с собой побольше антибактериальных салфеток, чтобы очистить все эти предметы, прежде чем прикасаться к ним. Эй, смотрите! Это ваш друг Юра, а с ним собака. Вы никогда ее раньше не видели. Все потому, что это новый щенок его сестры. Какой он милый! Вам так хочется его погладить, но не спешите к нему наклоняться. Важно соблюдать некоторые правила. Прежде всего спросите своего друга, можно ли вам погладить собаку. Откуда вы знаете, нравится ли конкретно этой собаке, когда ее гладят? Она может бояться чужих людей и вести себя нервозно в их обществе. К тому же, кто знает, может у щенка был плохой день. Возможно, почтальон не принес ему печенье, когда доставлял почту. Глядя на собаку, вы можете начать медленно двигаться к ней. А еще лучше, позвольте собаке самой к вам подойти. Смотрите на ее реакцию и ни в коем случае не бросайтесь к ней с распростертыми объятиями. Не делайте резких движений и не пугайте щенка. Это может подать малышу сигнал о том, что пора занять оборонительную позицию и свернуться калачиком. Вам это ни к чему. Ведь ваша цель – подружиться со щенком, верно? Чтобы удостовериться, хочет ли щенок взаимодействовать с вами, игнорируйте его. Да, звучит странно. Но представьте, вы на улице болтаете с другом, делая вид, что щенка вообще не существует. Он начинает вами интересоваться. Ведь вы новый для него человек. Вы привлекли его внимание. Дальше все просто. Но если вы все же решили подойти к щенку, позвольте ему самому сделать последние шаги. О, и не смотрите ему прямо в глаза. У людей во время беседы принято смотреть собеседнику в глаза. Это считается признаком вежливости. Так вот, в собачьем мире все наоборот. Если вы уставитесь собаке в глаза, вы вряд ли ей сильно понравитесь. Более того, я почти уверен, что она сочтет это за грубость. Итак, вы успешно подошли к собаке, которую очень хотите погладить. Дайте ей вас обнюхать. Примите расслабленную позу только медленно. Ведь вы не хотите напугать своего нового друга. Теперь можете протянуть руку все так же медленно. Держите руку ладонью вниз, пальцы слегка согните. Это для безопасности. Укус щенка тоже может быть болезненным. Позвольте собаке к вам привыкнуть. Если вы заметили, что она долго обнюхивает вашу руку, дайте ей время. Собакам оно тоже нужно, чтобы привыкнуть к незнакомцам. Однако, если собака сильно обрадуется, она может посягнуть на ваше личное пространство, прыгая вокруг и облизывая вас. Только не волнуйтесь, сохраняйте спокойствие. Если начнете чувствовать дискомфорт, вы можете легко выбраться из этой ситуации. Сложите руки и отвернитесь. Вы станете скучным для щенка, и он начнет терять к вам интерес. Тогда-то хозяин и сможет его успокоить или вовсе унести от вас. Если хотите поговорить с собакой, не забудьте перейти на английский, ведь это самый распространенный язык среди собак. Ладно, это я выдумал. Просто говорите тихим, успокаивающим голосом. Настал момент, которого вы так ждали. Вы можете погладить щенка, только не набрасывайтесь на него с объятиями. Сохраняйте темп, с которым двигались до этого. Не гладьте собаку по голове. Если вы это сделаете, ваша рука выйдет из ее поля зрения. Согласитесь, рука, возникающая из ниоткуда, может напугать кого угодно. Вы можете начать поглаживать уши и шею собаки. Еще собакам нравится, когда им чешут спину и плечи. В процессе взаимодействия не забывайте следить за языком тела собаки. Запомните, если собака слегка изогнулась, виляет хвостом и возбужденно крутится вокруг вас. Это хороший знак. Это значит, что она хочет узнать вас поближе. Нам очень нравится, когда собаки, играя, слегка склоняются к земле и вытягивают лапы. Если собака так делает, вам повезло. Она хочет играть. Но будьте начеку, чтобы заметить поведение, которое указывает, что ей не очень-то нравится ваша компания. Если собака оскалила зубы и рычит на вас, стоит отойти. Если хвост стоит торчком, это может означать, что она чувствует угрозу. Есть еще один признак того, что собака напряжена или встревожена. Она облизывается или даже зевает. Взаимодействуя с собаками, всегда проявляйте уважение и помните, что у них есть свои личные границы. Вы возвращаетесь домой, где у порога уже ждет ваш собственный пес Рокки. Он, как всегда, радостно облизывает вам лицо и прыгает вокруг. Его лучший друг дома. Чтобы ваш пес любил вас еще больше, время от времени опускаетесь на его уровень и валяйтесь на полу вместе со своим приятелем. В процессе не забывайте одаривать пса поцелуями и лаской. Им это нравится. Пес тут же ответит вам с двойной силой. Возможно, все ваше лицо будет в слюнях, но это ведь здорово. Вы только посмотрите, как он счастлив, когда смотрит на вас. Важно радовать своего питомца. Например, можно взять мячик и поиграть вместе. Вообще, это не обязательно должен быть мяч. Пластиковая бутылка тоже подойдет. Или, скажем, вы выгуливаете своего приятеля в лесу, и он приносит вам огромную палку. Пес виляет хвостом, чтобы показать вам, как он гордится собой. Если он пытается дать вам эту палку, то, скорее всего, он хочет поиграть. Хватайте палку и кидайте ее. Не успеете досчитать до десяти, как пес принесет ее обратно. Погодите, теперь у него две палки? Что ж, так еще веселее. В лесу есть небольшое озеро. Некоторые собаки просто обожают воду. Если ваш пес такой же, как мой, оказавшись на пляже или у озера, он будет проводить больше времени в воде, чем с вами на берегу. Но прежде чем пустить пса в воду, убедитесь, что он умеет плавать. Зайдите в воду вместе с ним и понаблюдайте. Если он не умеет плавать, есть другой способ дать псу насладиться водой. Спасательный жилет для собак. Только проверьте, что он хорошо затянут перед тем, как вы вместе нырнете. Помните, как в детстве вы целыми днями играли с друзьями в прятки во дворе? Что ж, представьте себе, вы можете делать то же самое со своей собакой. У собак отличное чутье, и они очень любят хвастаться своим острым нюхом. Вы наверняка замечали, как ваш пес ведет себя во время прогулок. Он либо смотрит по сторонам, либо что-то вынюхивает. Хорошенько спрячьтесь и позовите своего пса. Он придет вас искать. Скорее всего, сначала он будет в замешательстве. Но как только он вступит в игру, вас обоих ждет веселье. Также важно заботиться о социальной жизни собаки. Ходите на встречи с другими собаками, особенно если ваша еще щенок. Это научит ее не бояться других животных. Встреча с друзьями – это важная часть вашей социальной жизни. То же касается и вашей собаки. Собаки приходят в восторг, встречаясь с кем-то новым. А если у них будет целый день, чтобы познакомиться, они точно весело проведут время. Вы даже можете устроить целую щенячью вечеринку. Пока собаки резвятся вместе, вам будет что обсудить с их хозяевами. А в конце дня, ложась спать, вы вместе со своим псом сможете разделить спокойные моменты тишины. Мой пес любит сидеть на коленях. Он не упускает шанса запрыгнуть на меня, даже если я сижу за компьютером. Похоже, он не знает, что значит оплачивать счета. Но я не могу отказать своему любимцу, поэтому иногда откладываю работу на пару минут, чтобы почесать ему животик. Ведь он это заслужил. Есть множество других способов занять своего пса. Можно научить его новой команде. И не важно, сколько ему лет. Важно лишь то, любит ли он учиться. Если он еще не умеет переворачиваться, берите пакетик с вкусняшками и за работу. Пес будет рад не меньше вас. Вы также сможете продемонстрировать новые умения, когда к вам придут друзья. Хороший пес, Рокки! Ах, какой хороший мальчик! Вы знаете, что большинство взломов происходит в середине дня. ФБР объясняет это тем, что в середине дня многие люди находятся вне дома. Не дайте ворам проникнуть в ваш дом. Вот 10 советов по защите вашего жилища и некоторые предметы, которые могут вам понадобиться. Номер один в нашем списке – портативные дверные замки. Они предназначены не только для обычных домов. Допустим, вы арендовали жилье для отпуска. Вы можете взять с собой такой переносной замок. Часто в жилье для отдыха, помимо обычного замка, есть дополнительные запорные механизмы. Например, цепочки, прикрепленные к двери. Но не стоит полагаться на них. Эти механизмы держатся только на винтах. Это означает, что их легко выдернуть. Есть множество моделей переносных замков. Так на что же стоит обратить внимание? На простоту использования, которая позволит быстро установить или снять замок в экстренной ситуации. Такие изделия подходят для большинства распашных дверей. Вот хорошая модель – одолок. И вы можете купить ее в интернете. Она недорогая, универсальная и, что самое главное, поставляется в собранном виде. Вы можете повысить уровень безопасности за считанные секунды. Вставьте когти в ударную пластину двери, а затем откройте дверь. Вот и все. Грабители не задерживаются в вашем доме и не пытаются украсть тяжелые вещи вроде телевизора. Они хотят войти и выйти меньше, чем за 10 минут. И вам стоит принять некоторые меры, чтобы их замедлить. Для этого отлично подойдет и ламинированное стекло, так что, возможно, вам стоит на него потратиться. Обычные окна, изготовленные из закаленного стекла, могут легко разбиться. Но ламинированные стекла похожи на щиты. Они трескаются, но не разбиваются. Вместо того, чтобы издавать грохот и привлекать внимание, грабитель, скорее всего, уйдет. Структура ламинированного стекла отличается от обычного. Она сохраняет целостность изделия даже после сильного удара. Окна из ламинированного стекла в 100 раз жестче и в 5 раз прочнее стандартных. Что делают эти стекла особенными? Во-первых, они состоят из слоев. Есть два слоя стекла, а между ними находится виниловый материал, который помогает сохранить оба слоя в целостности. В качестве бонуса ламинированные стекла обладают звукоизоляционными свойствами. Два зайца одним выстрелом. Прослойка поглощает часть внешнего шума. Но стекло должно быть прозрачным. Разве виниловый слой не испортит видимость? Этот вопрос может возникнуть у вас в голове. Нет, многослойное стекло прозрачно, как и другие виды стекла. Наслаждайтесь кристально чистым видом, оставаясь в безопасности. К сожалению, специальные стекла, препятствующие взлому, стоят дорого. Но вы можете попросить профессионалов установить ламинированную пленку на ваши окна или даже купить защитную пленку и наклеить ее самостоятельно. Принцип работы будет тем же, но очевидно, что эти альтернативы не могут быть такими же прочными, как настоящее ламинированное стекло. Следующие несколько советов исходят от бывшего грабителя, Майкла Фрейзера. Теперь он дает советы по защите от краж. Его первый совет довольно интересен. Не вешайте наклейку «Осторожно, собака», если у вас есть собака. Если собака может ходить по дому, не запуская сигнализацию, то и человек сможет. Так думают грабители. Кроме того, многие собаки за короткое время становятся дружелюбными, если только они специально не обучены ловить незнакомцев. Или их можно легко запереть в комнате, а дальше вы знаете, прощайте ценные вещи. Объявление о продаже дома в интернете – процедура, которая привлекает не только потенциальных покупателей, но и воров. Благодаря невинным фотографиям грабители смогут получить подробные поэтажные планы. Они легко просчитают пути входа и выхода. Похоже на идеальный план ограбления дома. Номер пять – это покупка системы безопасности. Она помогает предотвратить кражи и оповещает вас, если что-то произошло. Согласно данным, дома без системы безопасности почти в три раза более уязвимы для взлома. Есть много разных систем, из которых вы сможете выбрать подходящую. Некоторые из них стоят дорого, но, к счастью, есть и доступные варианты. Вам даже не придется обращаться к профессионалам. Эта система безопасности сделай сам – пример бюджетного устройства с полезными функциями. Подобные устройства разработаны так, чтобы их было легко установить. Вы получите руководство в приложении и само устройство. Бонус – вам не придется иметь дело с винтами, инструментами или сверлением. Если вы живете в США, то в случае взлома диспетчерская служба сможет сразу вызвать полицию. Поскольку устройство легко установить, оно идеально подходит для краткосрочного проживания. Помните, мы говорили, что если собака может зайти в дом, то и вор сможет? Так вот, эта технология умнее. Она обнаруживает незваных гостей, но дружит с вашим питомцем. Датчики можно разместить в окнах, дверях и углах, но при этом настроить их так, чтобы избежать ложных сигналов тревоги из-за домашних животных. Еще одно устройство, которое добавит вам защиты, особенно в местах совместного проживания, например, в общежитиях – это дверной стопор с сигнализацией. Это устройство очень компактно, поэтому вы можете положить его в багаж и взять с собой в отпуск. Вы можете использовать его и в повседневной жизни. Стопор подойдет для любой двери, если вы разместите его изнутри. Он работает как дверной клин, но держит дверь закрытой. Каким образом? Когда сигнализация срабатывает, она удерживает злоумышленника за дверью и включает шумовой сигнал, чтобы разбудить хозяина дома или соседей. Этот прибор можно легко найти в интернете, например, на Амазон. Бывший вор Майкл также рекомендует думать как вор. Спросите себя, как бы я проник внутрь. Это отличное упражнение, чтобы найти уязвимые места. Пройдитесь по своему дому. Есть ли в нем окно, которое можно легко открыть? О, подождите, это ваш ноутбук на столе, который виден с улицы. Кстати, об улице. Если вы купили новое электронное устройство, например, телевизор или компьютер, не оставляйте упаковку рядом с мусорным баком. Это выглядит как приглашение для воров. Они будут знать, что у вас в доме есть дорогая электроника. Вместо этого разломайте картонные коробки, а затем сдайте их на переработку. К сожалению, окна первого этажа становятся точками проникновения в 23% случаев взлома дома. Чтобы это предотвратить, вы можете купить комплект беспроводной сигнализации. Что касается входной двери, решением станет установка двухключевого засова. Также можно использовать освещение с датчиками движения. У вас есть слепые зоны вокруг дома? Установите камеру безопасности с ночным видением. Если вы хотите знать, что происходит внутри вашего дома, а не снаружи, можете купить один из этих крутых гаджетов. Warby Raboic Mobile Sphere Похож на шар, но в него вставлена камера. Ее обзор не ограничен. Представьте, что вы находитесь в офисе и хотите поиграть со своей собакой. Ваш четвероногий друг может гонять мяч дома, пока вы вдали от него управляете устройством. Ладно, мы здесь, чтобы защитить ваш дом от грабителей. Поэтому оставим игрушки для домашних животных для другого видео. Вот шокирующая правда о заборах. Большинство людей считают, что заборы – это стражи, защищающие их собственность. Жаль вас огорчать, но даже высокие и прочные заборы не так надежны, как вы думаете. Правило номер один для вора – не быть пойманным. И если он ночью проникнет за ваш забор, он будет прекрасно защищен. Соседи не смогут увидеть, что это за человек, если только у них нет рентгеновского зрения. Забор полезен, если через него трудно перелезть. Мы ставим заборы ради ощущения приватности. Однако через заборы из металлических прутьев, сетки или штакетника злоумышленникам труднее перебраться. Итак, мы взломали код взломщиков. Следуя советам из нашего списка, вы сможете предотвратить кражу со взломом и обезопасить себя. А с вами случались подобные неприятные инциденты? Если да, возможно, у вас есть идеи, которые помогут другим зрителям адами быть на чеку. В вашем районе участились кражи со взломом. И у вас есть опасения по поводу того, может ли ваш дом быть уязвимым. У вас нет системы наблюдения, поэтому сегодня вечером перед тем, как лечь спать, вы наклеиваете фольгу на ручку входной двери. Это поможет определить, если кто-то украдкой попытается войти, пока вы спите. На следующее утро вам показалось, что фольга слегка порвана. Кто-то здесь был, и он обязательно вернется. Еще вариант повесить на дверную ручку кружку. Когда ручка повернется, кружка упадет. Этот шум разбудит вас и, возможно, отпугнет незваного гостя. Помните, как недавно к вам заходил торговый представитель? Он сказал, что работает рядом, и попросил воспользоваться вашим туалетом. Вы ему отказали, и даже почувствовали себя из-за этого неловко. Но это было правильно. Около 60% краж со взломом совершаются кем-то, кого вы знаете или встречали ранее. Этот торговец, направляясь в ванную, мог сделать что-нибудь такое, что потом помогло бы ему легче к вам проникнуть. А возможно, он хотел взглянуть на вашу систему безопасности, оценить структурную целостность вашего дома и выяснить, какая ценная добыча у вас может быть. И сегодня вы отправляетесь в отпуск. Нужно подготовить свой дом и как следует его защитить. Полный почтовый ящик – это первое, на что посмотрит грабитель. Вашему соседу нужно будет забирать вашу почту, пока вас не будет. Ухоженный участок – это явный признак того, что вы рядом. Вы всегда подстригали свой газон и живую изгородь, поэтому нужно будет кого-то найти, чтобы он делал это в ваше отсутствие. Если бы была зима, чистый снег вокруг вашего дома также превратил бы его в мишень. Наличие следов, говорящих о недавней активности, тоже послужит сдерживающим фактором. Есть много типов живой изгороди, которые служат отличной защитой. К счастью, вдоль ваших заборов растут кустарники с острыми листьями. Если кто-то к вам запрыгнет и приземлится на острый или колючий куст, он немедленно закричит от боли. Это предупредит соседей о незваном госте. А в листве останутся клочки одежды, которые позже можно будет использовать в качестве улик. Готовясь к поездке недели ранее, вы открывали и закрывали шторы в произвольное время в течение дня. Вы позаботились о том, чтобы не было четких шаблонов, так что не страшно, если они останутся открытыми, пока вас не будет. Грабители проводят несколько дней, прогуливаясь или проезжая по окрестностям, определяя активность у каждого дома. Одна вещь, которая им не очень нравится – это наблюдение соседей. Преступники всегда заранее проводят свои исследования и стараются лишний раз не попадаться никому на глаза. Уберите всю дорогую электронику подальше от окон, чтобы на виду не было ничего ценного. Положите ее в шкаф или потайную комнату. Телевизоры слишком большие, и их тяжело таскать. Преступников больше интересует устройство меньшего размера – iPad и игровые устройства. Положите маленькие дорогие предметы, такие как ювелирные изделия, в коробки и спрячьте их в секретном месте. Детская комната отлично для этого подходит. Грабители редко туда заходят, ведь в игрушках нет ничего ценного. Сфотографируйте все серийные номера ваших электронных устройств и составьте опись для страховой компании. 95% взломов совершаются с применением силы, так что лучше как следует укрепить все окна и двери. Можно сильно усложнить работу грабителем, если все сделать правильно. Уберите все табуретки, стулья и лестницы заднего двора и поставьте их в гараж. Иначе они помогут обеспечить легкий доступ к высоким входам, таким как короб кондиционера. Этот короб легко оторвать и использовать как вход. Не облегчайте им задачу. Хлипкую дверь можно взломать за минуту. Установите металлический каркас вместо деревянного. Петли и замок должны обладать достаточной прочностью, чтобы как можно дольше выдерживать удары ногами. Поскольку замок это слабое место, опытный вор может легко его вскрыть. Простой защитный замок на двери гарантирует, что справиться с ней будет куда сложнее. Если петли на гаражной двери находятся снаружи, это делает ее уязвимой, и ее можно открыть, вынув из петель штифты. Замените их специальными штифтами, чтобы их нельзя было извлечь. Верхняя дверь гаража – одно из первых мест, куда стремится проникнуть грабитель, ведь на них не бывает фиксирующего замка. Так что лучше прикрепить к защелке навесной замок. У гаражной двери такой опции нет, поэтому просверлите отверстие в направляющей чуть выше одного из роликов и прикрепите навесной замок. Грабители боятся собак – верных охранников дома. Опрос показал, что в большинстве ограбленных домов не было собак, потому что воры не хотят привлекать внимание на время ограбления. К сожалению, у вас ее нет. Но даже собачья миска у входной двери может их отпугнуть. Взломщики осваивают и новые технологии. Для поиска целей 4 из 5 преступников используют социальные сети – Facebook, Twitter и Google Maps. Вору достаточно увидеть фотографию с ключом от дома, чтобы создать свой собственный ключ, увеличив масштаб и сделав точные измерения. Убедитесь, что ваша беспроводная сеть защищена и использует надежный пароль. У вас могут украсть не только вещи. Ценные данные, пароли и коды доступа могут быть получены через вашу сеть. А еще есть угроза заражения устройств с помощью вредоносного ПО. Кроме того, лучше полностью удалить изображение вашего дома с карт Google. Введите свой домашний адрес. Найдите вид на улицу вашего дома. Нажмите кнопку «Параметры» и выберите «Сообщить о проблеме». Вы попадете на экран с изображением вашего дома с возможностью переместить красный квадрат, чтобы закрыть вашу собственность. Попросите его размыть в разделе «Мой дом» и введите свой точный адрес. Обработка займет всего пару дней. Уезжая, не оставляйте включенным радио. Это не поможет. Взломщики всегда внимательно следят за звуками радио и телевидения. Они всегда прислушиваются, и это облегчает понимание того, есть кто-то дома или нет. Другой вариант продемонстрировать присутствие – создать собственный звук. Что-то, что случайным образом воспроизводит окружающие шумы, включая шаги, разговоры и собачий лай. Оставлять свет включенным – тоже не очень хорошая идея. Воры быстрее заметят ваш дом, особенно ночью, и вы потеряете еще больше из-за счетов за электричество. Вы уже готовы уехать в отпуск, и вам осталось лишь вынести мусор. Если у вас есть большие коробки, сомните их, чтобы они поместились в мусорном баке. Спрячьте любые намеки на то, какие у вас в доме есть ценные вещи. Итак, все двери заперты и окна закрыты. Теперь, наконец, можно наслаждаться своим путешествием. Не спешите выкладывать в интернете фотографии с живописным отдыхом. Оставьте снимки в телефоне и разместите их только по возвращении. Если выкладывать фотографии с отдыха, находясь в отъезде, то вся ваша подготовка пойдет на смарку. Ведь все в округе будут знать, что вас нет дома. С учетом того, что только в США ежегодно грабят 2,5 миллиона домов, вероятность взлома дома без современной системы безопасности вырастает на 300%. Не забудьте себе установить такую по возвращении!